как вы помните я предлагал вашему вниманию некую модель согласно который формирование так называемого антимайданного комитета до дальнейшем переходящие потом в анти майданное шествие осуществлялось каким-то способом который возможно предполагал что уже в момент с начала этого формирования кто-то я называл это x уже знал о том что вот здесь вот будет находиться вот это убийство господин немцов которая задним числом превращает это все в некое неприятное событие для патриотического сообщества особенно то и участие которое в нем приняла участие в отличие от нас у тебя говорил что у меня есть только гипотеза по поводу того что есть некий x который сначала это все определенным образом создает где-то сбоку помните все время употреблял слова сбоку я говорю что во-первых я твердо убежден что господин старика вообще за все хорошее что так существует на земном шаре за патриотизм государственность и за мир во всем мире и внутри и так далее так и что даже если предположить что кроме господин старика кто-то еще участвовал так из ну чуть-чуть помогавший бюрократии то ты бюрократия тоже за все хорошее если кто-то этому придавал дурное значение то тот находился сбоку не сверху возможно верха и небо вода скорее всего его не был но есть даже предположить что он был все равно не он источник вот этого ну не хорошего моделирования и уж никак это не ставь когда нет у него для это не ресурсов нет представления о подобных технологиях и так далее насчет этого я еще поговорю так вот я говорю что если кто-то здесь и есть а я могу высказывать это только в виде гипотезы то это кто-то находится сбоку он достаточно влиятельен и в момент создания этого моей тема данного комитета и потом антимайданного шествия этот кто-то уже знал что здесь будет происходить вот данное событие которое превратит всю эту акцию из невинно бессмысленной до в очень скверно понятно да я здесь проводил аналогии с к тем как уничтожали армию вводили войска там предположим вильнюс в ходе перестройки потом их выводили назад войска в кого-то стреляли все силы патриотические просоветские в той же литве или где-нибудь еще оказывали замарана этой кровью понимаете да там много чего происходило такого что говорил о том что всячески хотят чтобы армия была парализована скомпрометирована морально там дискредитирована и так далее и тому подобное что этот кто-то умен очень потому что чтобы так действовать надо располагать а ресурсами и б умом ну и было ясно что хотя бы в первом приближении это александр николаевич яковлев да человек низурядный низурядно ненавидевший так сказать именно сложившуюся реальность блестящий с точки зрения его представления о шахматной игре и об располагающий ресурсами для этой игры самыми разными александр николаевич яковлев давно как бы умер и перед смертью мы с ним встречались на эхо москвы в течение двух передач я выдвигал ему некоторое объяснение как и чп он мне сказал что я испортил ему конец жизни потому что всю картину мира придется пересматривать я говорю кстати а сейчас собственно почему но всем же понятно там что были люди которые хотели помочь борис николаевичу для того чтобы каким-то способом избежать самого худшего то есть так сказать все власти михау сергеевич и окончательного развала страны просто в полную пыль он мне говорил сергей дектора тем называешься не они управляли а я считаю что те кто гкчп управляли я думал они полные идиоты а оказывается они игроки а это всю мою жизнь трагически меняет он на виду вадим саджи крючков вот значит короче говоря александр качумер можно есть наследники да и достаточно мудрые и влиятельные но они не находятся в бюрократии нашей и они не находятся так сказать внутри антимайданного движения они находятся сбоку да господин ремчуков когда-то высказывал какие-то гипотезы по поводу того кто может заменить александр николаевич я думаю что его гипотезы давние они как бы носят скоро вымышленные такой химерический характер если что-то такое существует по она существует отдельно и так вот я говорю здесь об этом x и об этих действиях антимайданный комитет антимайданное шествие дальше вот это убийство немцова и компрометация этого по очень знакомой модели выведение из игры а дальше обнаружение так называемого чеченского следа наверное да которая позволяет вывести из игры не только собранных сюда представителей патриотического сообщества но и так сказать отчасти ресурсы господин который только что могли бы быть использованы в каких-нибудь критических ситуациях я понятно это серьезное дело и у меня лично как у аналитик нет никакой твердой убежденности в том что все что здесь перечислено даже в качестве действующих лиц это вот так и есть кроме того я думаю что вышеполитическая целесообразность каких-то случаях скорректировала бы все эти обнаружения да но она не скорректировал их и значит мы имеем две катастрофы сначала катастрофу этого убийства с компрометацией здесь а по сокращением с базой возможно и вот на эти элементы а потом которого обнаружение которое сократила базу еще больше а после всего этого мы получили еще одно событие но перед тем как обсудить его а также все дальнейшее я бы хотел сейчас вам зачитать просто зачитать текст который наверное пояснит мою позицию все неважно откуда он взят это такой давний материалы числа тех которые пишут люди обладающие влиянием а где именно не это печатают сейчас в интернете это не имеет значения в конце прошлого года в киеве в марининском парке в центре города был организован лагерь для сторонников президента виктора януковича основной контингент лагеря составили люди спортивного телосложения в народе их прозвали тетушки в память о знаменитом антифашисте в кавычках спортивные парни свободно продвигались сквозь кордоны милиции периодически они сбивали журналистов и даже самих милиционеров спортсмены в кавычках не скрывали что приехали в киев за деньги желающих становилось все больше несмотря на то что лагерь антимайдана запомнили лагерь антимайдана свернули лагерь антимайдана в киеве свернули тетушек в городе меньше не стало в ночь 20 21 января 2014 год имеется ввиду большие группы этих людей разбрелись по столице и стали отлавливать и избивать киевлян с ленточками цветов флагов украины евросоюза сторонников майдана в оппозицию утверждают что свои действия тетушки совершали при попустительстве милиции защитить всех самооборона майдана оказалось просто не в состоянии но на следующий день стало известно что на защиту киевлян от тетушек выходят футбольные фанаты ультра с киевского динамо долгое время в украине футбольные фанаты воспринимались исключительно негативно с ними связывали беспорядки правонарушения провокации привыкший устраивать потасовки на стадионах ультра с больше всего известны драками с милицией и футбольными фанатами других клубов но теперь они вышли на улицу по иной причине мы обращаемся ко всем кто еще не присоединился к обороне киева от наемных гадов собирайте на эту ночь экипажа самообороны на авто уже сейчас координируйтесь где вы будете встречаться и в случаях каких-то событий какие пути отхода если вдруг мобильную связь и интернет отключат одевайтесь максимально защищенные удобно в каждом авто должны быть медицинские препараты объявили на странице ультрас в социальной сети вконтакте тетушек чаще всего ищут среди самих ультрас участники движений самоочищаются смотри криншот со страницы ультрас динамо вконтакте одновременно с этим киевский ультрас призвали все фанатские движения украины провести разъяснительную работу среди фанов которые могут предложить участие в оборонительных акциях по защите людей объясняйте что их бросают как пушечное мясо на киевлян шутки закончились киев будет защищать свою жизнь объясните им что поломают себе жизнь если не одумаются какой культурный текст для фанатов также киевский ультрас призвали не выходить на улицу молодых людей которым не исполнилось 18 лет лучше пообщайтесь с родителями своими отцами старшими братьями обрисуйте им ситуацию пусть они тоже присоединяются объединяются своими друзьями отмечается в сообщении украинские фанаты редко бывают в чем-то либо солидарные существует два традиционно сплоченных треугольника который друг друга не бьют во время фанатских разборок киев львов днепропетровской донецк харьков одесса до недавнего времени единственным чтобы меня у всех фанатов украины была борьба за судьбу семьи павличенко отца и старшего сына судили за убийство киевского судей подсудимый утверждает что невиноват но призыв киевских ультрас бороться с тетушками несмотря на разницу во взглядах и футбольных предпочтениях поддержали ультрас всей страны помимо того что к акции присоединились все западные центральные области идею подхватили южные и восточные регионы харьков ультрас харьковского футбольного клуба металлист официально заявили о начале активной поддержки евромайдана сообщение об этом размещено на странице харьковских ультрас в соцсети вконтакте и так честные наш выход харьковская фанатская общественность решила полным составом идти защищать харьковский евромайдан от возможных провокаций тетушек сказано в заявлении обычно разделенные на северную и южную части по расположению на стадионе ради борьбы с позорным явлением тетушничества фанаты договорились забыть о внутренних раздорах объединить усилия ультрас призвали своих сторонников выступить защиту харькова тетушек независимо от своих политических взглядов принадлежности к субкультурам или музыкальных предпочтений культурный текст фанатский кстати на планы своих болельщиков оперативно отреагировал крупметаллист принадлежащий местного бизнесмена сергею курченко которого связывают с ближайшим окружением семьи президента януковича при выявлении работниками клуба участников массовых беспорядков с используем символики металлиста клуб оставляет за собой право ограниченным доступ на матчи металлиста сказано в обнародованном сегодня заявлении официальный мотив наш футбольный клуб пока футбол во всем мире вне политики и так харьков который мог бы никуда не двигаться двинулся после того как возник псевдо антимайдан и тетушки как псевдо гражданские силы антимайданные понятно донецк ультра шахтеры выразить солидарность призывами киевских болельщиков связи со вчерашним нападением тетушек на местные евромайданы бездействия милиции фанаты шахтеры решили лично защитить людей которые вышли чтобы выразить недовольство властью и беззакония мы не пришли для того чтобы поддержать подписание ассоциации с европой или чтобы поддержать нынешнюю продажную оппозицию мы пришли поддержать свой народ в борьбе за свои права мы хотим справедливости и светлого будущего мы против режима слава украине говорится в заявлении донецких ультраз на их странице в соцсети вконтакте я читаю вам текст актуальный для того времени написанных тогда адреса ультраз и числа фанов черноморца объявили что поддерживает борьбу и выезжает в киев кроме того сторонники движения вышли на центральной улице одессы чтобы защитить горожан и участников акции протеста от тетушек днепропетровск ультраз из числа фанатов клуба днепр сразу объявили на своей странице что поддерживает инициативу киевлян все на киев на помощь братьям на помощь украине фанаты заявили что выдвигаются в киев чтобы присоединиться к создаваемым динамовцами отрядом самообороны для защиты киевлян от неизвестных спортивной наружности кроме того в самом днепропетровске около 200 участников движения попытались помешать отправки в киев отряды тетушек полтава ультраз полтавского футбольного клуба ворс кла также выразили солидарность майданом как говорится в открытом письме размещенном на сайте болельщиков клуба мы усаждаем нынешнюю власть которая своими действиями и своей безответственностью циничным отношением к своим гражданам довела страну до сегодняшнего противостояния мы выражаем искренне соболезнования родным и близким героев украины погибших смертью храбрых во имя своей родины призываем жители города выразить свою гражданскую позицию на улице сказано в заявлении но это ладно это полтава понятно но только что я вам читал донецк который железно не должен был в это двинуться и харьков который мог не двинуться симферополь и севастополь ультра с футбольного клуба таврия на своей странице в соцсети вконтакте всюду скрины также выразили поддержку идеи борьбы с тютушками однако заявили что выступает не за майдан за украинских граждан кроме того в заявлении севастопольских ультра сказано завтра 26 января 2014 года в 14.00 возле кинотеатра дружба общественный сбор поддержку акций в киеве во всей украине после чего будет автор побег так что у кого есть машины приезжайте на машинах сбор мирный без радикализма просто выразить свое мнение но хотелось бы чтобы людей было много кто действительно поддержит эту идею приходите выразить свое мнение прошу не устраивать обсуждение просто кто реально чувствует что ему не все равно не оглядывайте чужое мнение тот придет думай за себя делать так как считаешь нужным тебе жить в этой стране хватит тешить себя иллюзиями что кто-то сделает все за тебя при этом украинские фаны в ответ на вызов тетушничества получили свою поддержку ультра с из россии и беларуси луганск местный ультра со числа фанатов клуба заря объявили на своей странице в сети вконтакте о поддержке идея борьбы с тетушками повторю информацию которая уже была сказана сегодня на сборе кто из движа поведется на деньги поедет в киев зарабатывать могут не возвращаться также если будет какая-то информация о людях предлагающих данный вид заработка просьба писать админом помни про свою честь дальше написано спрос тетушки есть такая профессия родину продавать действия со стороны фанатов выглядит искренними однако не стоит забывать о владельцах клуба болельщики которых вышли на улицу в каждом клубе существует ответственность за работу с фанатами в структурах динамо владелец игорь суркис шахтера ренат ахметов металлисты сергей курченко зари регионал евгений геллер днепра иго украомойский черноморца регионал леонид климов таврии главный инвестор юрий борисов ворк свой константин живага а также всех клубов помельче ультра с которых поддерживали акции по всей украине хозяева клубов ряд ли обрадуются тому что их фанаты участвуют политических противостояний на примере металлиста это уже видно но не исключена негласная поддержка движения на случай победы майдана в случае поражения протестов руководство клуб всегда может сказать что не имеет отношения к фанам которые надели клубные шарфы не все фанаты социальных сетях одобряли действие ультра с многие видят в этом политику однако большинство поддерживают идеи защиты города от неизвестных гопников много тетушек набирают из ультраст это позор во всех движениях это понимают наверное потому эта идея стала такой популярной поделился с нами один из киевских ультраз фанатской среде говорят что в ближайшие дни в киеве даже приехать сотни участников движения из разных областей власть не может защитить горожан от тетушек значит это должны сделать мы говорят фанаты 26 января 2014 предположим что этого не знал испанец тарик или не знали какие-то еще люди вот из тех которые говорю за все хорошее но числе людей организовывавших все это дело были люди из мариуполя и конкретно все это организовывали люди из макеевки вот это шествие они тоже ничего не знали я могу легко себе представить что они были за все хорошие они решили что так будет хорошо там были плохие случаи там хороший но кто-то из думающих понимал что над всем этим висит сокрушительный прецедент антимайдана в киеве что он назывался антимайдан чтобы построен определенным образом что он полностью провалился что конечно все эти футбольные клубы проплачивались определенными олигархами которые устраивали майдан и основной причиной перехода фанатов на сторону майдана было то что у них были ну кураторы в виде этих олигархов но есть либо тетушек не было пойди еще заведи эту машину это же люди знаете это не механизмы сказали приехали достаточно сказать самолюбивые и готовы там кого угодно и послать все такие ну агрессивные люди да и им нужно показать некоторый образ до вызывающий у них желание туда рвануть там обычных людей бьют да а поехали значит этот антимайдан киевский не сделал ничего для того чтобы противостоять майдану он сокрушительно провалился в харькове окончательно добив режим янукович но он вызвал огромную волну фанатов которая стала частью победы майдана значит он являлся антимайдан тот тем мероприятием которое запустило победу майдана и создан он был забуговременно так чтобы обеспечить победу майдана это то известно я не говорю что так будет москве я не говорю что в москве вообще что-то такое вот прямо назревает я не говорю ничего кроме того что украинский прецедент известен и каждый кто делает что-то должен понимать что он известен лично мне например к моменту когда нужно было что-то делать в марте это было известно что как угодно только не так что не надо бродить по улицам не надо набирать быков не надо чтобы эти быки боковали и не надо вызывать контрреакцию при том что быки разбегутся на то они и быки а здесь что было значит дальше было убийство немцова который абсолютно аналогично с точки зрения системной логики разумеется убийство гангадзе да я не говорю что прямые параллель там был зафиксирован этот кучма там были таскать соответствующие там эксцессы и все прочее здесь этого всего нет но понятно что ну это все уже настолько проговорили там шары сакральная жертва что же не хочется еще а дальше возник еще удар по кадырову с колоссальным количеством обертонов потому что во первых это стабильность чечни крах определенного проекта и скажите мне для того чтобы осуществить все эти четыре действия разве не надо быть талантливым человеком причем располагающим большими возможностями а пятом действие конечно бог назвать консервативный форум до в санкт-петербурге и это пятое действие превратила некую аналитическую гипотезу до в абсолютный факт смотрите само по себе это событие вообще не должно было обсуждаться вот когда ты приезжаешь иностранец другую страну и на где проходит конференция как ты понимаешь статус конференции ты понимаешь что самый низкий статус это проведение конференции в гостинице где ты проживаешь вот люди которые регулярно в этих вещах не участвуют за границей они не понимают вот если вы приехали и вы в хорошей гостинице до проводите там конференцию прямо в гостинице вам все люди со статусом будут говорить в гостинице в любом институте да но любой открытой площадке там какой-нибудь клуб на медийный где угодно но только не в гостинице и в гостинице проводят только тогда когда нигде больше нельзя провести это может быть не очень ясно публике живущей в россии но все публики приезжающие тоже абсолютно ясно это нельзя это дурной тонн значит было ясно что уже само это проведение всего этого в гостинице говорит остаться не приезд ли пен говорил тоже много но я вам говорю это как аналитик на сто процентов все статьи по поводу этого санкт-петербургского форума были заряжены до того как он осуществился это второй случай аналогичный потому что также были заряжены статьи об участии сути времени в шествии закона дима яковлева статьи были заряжены заранее кургинян организатор но он сейчас всех поведет и так далее я скажу что не поведу вся машина связанная с тем что он главный и он пойдет уже написано в пиарщики все уже зарядили понимаете они проплатили деньги написаны статьи статьи размещены в изданиях и машина пошла так как будто бы я там иду первым да и держу всех сути времени вся суть красных куртках идет на эту шесть а там нет ни одного человека а статьи идут как известно кургинян организатор как известный тогда но это позор но он же имеет технологическую подоплеку это не делают в один день это не спонтанная журналистская реакция это компании информационные которые заряжают примерно за месяц за две недели ну за 10 дней но не меньше нужно успеть заплатить как бы посмотреть материалы согласовать разместить и приготовить дальше нажать кнопку а как ты ее не нажмешь что-то назад бабки вернешь то это абсолютно прагматическое действие все статьи о санкт-петербургском форуме были напечатаны так как будто бы на нем были путин рогозин иванов кто-нибудь еще а их не было никого и никакого смысла печатать что-нибудь по этому поводу не было вообще но бабки были заплачены поэтому нужно был быстро убирать фамилии и оставлять тексты возмутительное событие крупнейшего ранга какого крупнейшего ранга какого крупнейшего ранга они приехали кремлевский дворец съездов сняли его нет в колонный зал они приехали в гостиницу и там сидели как бы мы к ним не относились а я к ним отношусь крайне негативно они люди которые не арестованы в своих странах да они не экстремисты не террористы да они имеют право оформить туристскую визу и приехать кто и может удержать как их можно остановить там часть члены парламента конечно атака в парламенте другие золотая заря в парламенте естественно почему они не могут приехать и мало ли тусовок собирается каждый месяц в нашем отечестве а когда приезжала это как бы совершенно страшная особо реление рифенштальт и сидела в том же самом санкт-петербурге и вся весь либеральный бум он сидел и хлопал вот так вот да и чмокал от счастья что она там сидит кто-нибудь пикнул кроме нас она снимала фильм триумфолия она таскать участвовала как бы все отрицают что она участвовала в оперативных съемках но это полная чепуха она часть гитлеровского режима или даже какая-нибудь партия который в германии что-нибудь орет что там по фюрер там не а а б да ну она орет это но это противно ее не запрещают мне не нравится атака ну и что это мое личное мнение это граждане они взяли визу и приехали сюда сняли отель и в нем выступают все обсуждается уже месяц так как будто бы там был путин так значит они хотели чтобы он был откуда осечка откуда значит существовала какая-то сила которая тянула а потом оказалось что как бабу оказывает противодействие этого не случилось а они считали что никакого противодействия не будет и это пятое событие состоится и там будет путин или хотя бы иванов и рогозин да и это классическое свойство нашей либеральный паблик что когда нечто проваливается они орут так как будто не провалился реальность не имеет никакого значения теперь самое тонкое здесь заключается в том что помимо там атаки или даже каких-то совсем маргинальных там структуры английских или каких-нибудь так далее тому подобное что я убежден что это все было собрано чисто компрометационная просто говорю что в отсутствии соединение этой компрометационной тусовки с высшим руководством эффект ноль нету компрометации она могла появиться только если бы это руководство было а его не было и орать так как будто она была дочь просто позориться но они внутри всего этого дела есть вещи которые мне прямо говорят что именно произошло вот туда приехал этот правильно называю фамилию мельчаков до мельчаков вот вот мельчакова туда мог послать прошу прощения условно говоря только чубайс понятно значит если они рассчитывали на высокостатусную тусовку зачем им мельчаков даже понятно нельзя баркашов у него конь партия да кто такой мельчаков он никто для политического мероприятия а с точки зрения компрометационного эффекта это супер бомба кто сажал эту бомбу туда то есть лично может быть ее так сказать сажал туда и вел туда высокий представитель 88 но на самом деле это делал либерал оранжоид которому и нужно было собрать вместе этот мозаик понимаете и это иначе быть не может это может быть только так потому что идет список они смотрят они все знают это их правый фланг они понимают что политический статус 0 а компрометационный пункт это потенциал бесконечности а берута вычеркиваю сходу и делать такой про секретарь там каком-то отвечающий за сбор людей таскать рядовой политработник да значит они не это делали они этим шагом им так нужно было чтобы здесь состоялась крупная провокация что и сунули сюда этого мельчакова и этим показали кто они такие на сто процентов на сто капкан захлопнулся я еще не могу да и не хочу говорить что за x и где он находится но я уже точно знаю что все это единое целое потому что есть и здесь это состоялось все два обстоятельства убежденность в присутствии высшего руководства и наличие этого господина в сумме говорят о том что они делали они ставили мат политически и я хочу чтобы все поняли что это делает мастер что александр николаевич яковлев воскрес в новом теле и что возможности очень велики внутри этого мероприятия вполне умещается в качестве субэлемента да вот это так сказать как бы явление к нам журнала профиль на котором я согласился и все там напечатано как я уже говорил нормально но там же есть вопрос у нас есть сведения что вы вывозите оружие из донецка что за сведения кто из господ сначала давал интервью журналу профиль чтобы этот журнал профиль мог получить сведения а это что означает что ни один автономный элемент способный поддержать реальный антимайдан не должен существовать идеологический капкан должен замкнуться теперь отсюда я строю начало стрелковскую операцию продолжение и некоторые элементы которые в дальнейшем должны происходить а мы прекрасно понимаем с точностью до 10 единиц бронетехники сколько именно сейчас собран украинцами крайне близко к линии фронта на 4 километровой полосе это очень серьезный потенциал превосходство в живой силе и техники опять достигла 8 9 но это оборона начать в этот момент безумно резки требования сократить в несколько раз численность ополченцев на ключевых участках линии фронта прикрывающих направления так сказать которых это сказать как все понимают и будет нанесен удар просто так нельзя я прекрасно понимаю что надо строить армию у меня нет никаких иллюзий по поводу того в каком именно качестве находится ополченческое движение и сколько там совершенно лишних элементов и и я ненавижу неформальщину в военном деле ненавижу одно из самых ненавистных мне понятий это треники кроссовки и акм вот я эту картину когда вижу меня тошнит физически таджикистан и далее со всеми остальных никогда внутренне ничего так не хочется когда все это видишь как чтобы все там тельняшки были сложены правильно чтобы все так сказать береты висели где нужно чтобы у каждой кровати был номер и все сапоги были вычищены сразу не понимаешь как многого это стоит как это необходимо пока не все это не но я точно знаю что начать сейчас грубо декларативно на уровне заявлений которые все равно не будут выполнены сокращать ополченческое движение в несколько раз без всяких тому оснований зная что удар будет нанесен скоро нельзя просто так понимаете сколько угодно не говоря о том что нервы напряжены сколько угодно не говоря о благих намерениях которые существуют связи с этим просто потому что слишком все разболтано и хочется это привести какому-то знаменателю сколько угодно не говорить здесь о том что существует какие-то политические перетягивания канатов и так далее все равно на первом месте одна простейшая вещь удар будет нанесен по этим направлениям и скоро их нельзя галять нельзя допускать чтобы на ключевых направлениях где ухунта будет наступать было 10 пехотинцев на один километр линии фронта и этого допустить нельзя вот не во имя ничего нищих амбиций никакими как угодно решать вопрос как угодно но не так и военное строительство на территории днр и лнр должно привести к созданию ни одного корпуса а как минимум пяти тогда вооруженные силой данных государств или данного то сказать государства как мы еще не знаем как это все будет будут противостоять всегда хунте все остальное это эксцесс и никакой такой эксцесс не дозволительно кто бы как бы не планировал будущее эксцессы чтобы не вкладывалась в понятие вот такого так сказать игрового хода с расчетом на что-нибудь это все эти игры не работают сейчас задача держать оборону силами ополчения все никакие другие ходы в этих комбинациях не признаются они все приведут к тому что наше состояние резко ухудшится в россии я значит и там ничего другого допускать нельзя все тогда возникает цепочка изначальных действий которые я уже много раз описывал из вот этого продолжающегося какого-то дергания и вот этой линии это все вместе означает в том что это не в кризис втягивают а в искусно выстраиваемый политический многомерный коллапс на пустом месте валюта стабилизирована крупных социальных волнений нет рейтинг путина необычайно высок а на фоне всего этого дела идет вот эта композиция и она продолжает идти на фоне еще одного или двух процессов который я очень хочу описать так чтобы все поняли что это не мелочи поэтому я даю еще одну такую вот предваряющую теоретическую посылку она заключается в том что все таки я много раз говорил микроявление которое может раскрыть глаза на что нибудь крупное называется феномен если вы раскрываете глаза на что-нибудь крупное формируя понятие то есть набирая большое количество явлений выделяя в них общие признаки абстрагируя классифицирует так далее строй понятийный ряд это классический научный метод а вот все что предлагает школа гусерля вот феноменология в принципе так далее основана на том что вы схватываете некий целостное явление вы их не расчленяете не выделяете у них какие-то общие факторы схватываете их как целое и пытаетесь их трансцендентировать то есть с малого понять большое от микрокосма к макрокосму это другой метод который гораздо более применим по отношению к живой природе и к разумному к социальному чем метод понятийный музыку я разъял как труп очень трудно разъяв все как труп потом получить что-нибудь описание чем живого когда уже разъял получил труп так всякое описание трупообразно поэтому понятийный метод не всегда работает сейчас поймете почему я это поэтому я иногда схватываю нечто из мелочей первая мелочь который мне бросилась глаза это довольно быстро и ничем казалось бы не обоснованное снижение качества передач на наших ключевых государственных каналов качество в россии за 25 лет всегда снижалась так но почему она вдруг начала снижаться вот так что это за перелом причем такая псевдо патриотизация совпадает с очевидным переломом в качестве понимать кто-то формирует искусственно опираясь на какие-то явления некий условно говоря быдло патриотизм понимаете формируется какая-то суррогатная субкультура навязчиво активно при этом поскольку основной тренд позволяет ее формировать он и так вот такой то это выглядит почти естественным образом понимаете но когда ты привык уже что примерно представляет собой усредненный представитель нашей предположим ну депутатской прочей литы и когда вдруг на каких-нибудь передачах ты вздрагиваешь от того что говорится ентод и их ней то вроде бы на первый взгляд ничего особенного более того в условиях конфликта между людьми с патриотическими убеждениями говорящими ентод и их ней и людьми который самым изящным образом изъясняются как на русском так еще на пяти языках и говорят о том что эту страну надо как бы быстренько разрезать на части я всегда буду на стороне этого ентод и их но откуда она так быстро взялось его же не было в этих количествах понимаете и я задумался об этом после одной передачи с которой тихо ушел потому что я понял что он ну невозможно дальше понимать одно выступление 2 3 4 5 когда представитель кпрф которому дают первое слово странным фактурном качестве выступая говорит что когда коммунисты победили семнадцатом году начались разговоры об иуда большевика и тогда евреи купили все сми исправили ситуацию вот что я должен ну я я что дальше должен делать да дальше к этому добавляется так сказать вопль крик их ней и янта не он там вокруг начинается так сказать эта вещь а я уже у меня мозг все время это фильтрует это же для меня одна из самых болезненных вещей да вот неспособность формировать национально мыслящую интеллигенцию полноценную национально мыслящую интеллигенцию без которой невозможно не национально смотреть на борьба не что и дальше начинает это все развертываться значит соответственно ты напрягаешься и как всегда в таких случаях бывает напрягает а какой-нибудь вдруг вспыхнув шея какая то вот перед тобой вот это вот какая-то ну угроза ты терпишь 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 это терпишь это терпишь это терпишь это терпишь это терпишь я уже устал разбирать на одного рода героев стрелковского романа просто потому что все они воспринимают это как ты знаешь что сказать как высшую награду и возможность визжать неделю поэтому я снова читаю там какие-то ребята я не знаю кто не начинает говорить уже все стрелок был неправ, мы должны были остаться в Славянске, и наши кости бы сгнили, но через них проросла бы новая жизнь. Вот откуда эта бесконечная фальшь? Откуда это абсолютная потеря вкуса, которая может быть у любого крестьянина с тремя классами образования? Понимаете? Это не крестьяне так теряют вкус, это мещание его теряют. Их в Славянске никто не просил умирать. Хотя они все говорили, что они спартанцы, и они умрут. Их просили работать, как говорил герой Шукшина, работа, и на войне работа язвитя. Посмотреть любой фильм, когда я смотрю каждую хронику Великой Отечественной войны, настоящую хронику, я всегда вижу только одно, что это крестьянская армия, и она потому выдержала, что она крестьянская, быстро в индустриализованной стране. Потому что так тащить эти орудия и все прочее на себе через грязь русскую может только страна, в которой по 10 детей, из которых там трое самых слабых умерло. А остальные работают с 5-летнего возраста. И никакой позы, никакой патетики, ничего во всем, что схарактеризовало Великое Отечественное, от Советского информбюро, бюро, такие-то пункты, туда-то, туда-то, все. Эти слюни ненавистные, параллелей, там выиграл какой-нибудь коммунист в Волгограде. Это как битва под Сталинградом. Ну, забодай тебя, Кабал, ты провел как бы какого-то хорька своего разлива, вместо хорька соседнего разлива. Ничего не изменилось, что ты орешь на всю страну, что это новая победа под Сталинградом. Зачем ты мараешь великие события? Погибли люди, они там стояли на смерть и так далее. Теперь по любому поводу, вот мы должны были остаться, наши кости бы проросли, и это было бы величие. Значит, уже понятно, что всех взяли за одно место, что сбежали. Сбежали. Бросили территорию, которую теперь огромной кровью надо будет одназад отвоевывать когда-нибудь. Огромной. Отдали фортификационные сооружения, мощнейшие. Украинцы поражены, какие там сооружения, как теперь, как-то мы бы это в Славянск никогда не взяли. Сделали это в условиях наличия воды, оружия, боеприпасов, живой силой, фортификационных сооружений. Без всякой прямой угрозы, так сказать, ликвидации, то есть никакого супернаступления не было. сбежали, сдав не только город, а к Краматорск, к Дружковку. Все. Приволоклись в Донецк с тем, чтобы потом собрать всех и кучей бежать в Росток. Все это рассказали людям и кривляются. Вот это самое страшное, понимаете? Две страшные вещи. Интернет и омещанивание. Малообразованные с гонором омещаниях такого богемного слегка образца. Заменившие собой солдаты и офицеры в Великой Отечественной войне. Положение в стране намного хуже, чем когда бы то ни было. Потому что единственное, с чем можно сопоставить, действительно, с Крымской войной. Консолидированный Запад, у нас нет союзника, мы одни, население, которое должно сопротивляться гораздо меньше, чем когда бы то ни было и так далее, и тому подобное. И все эти крики о том, что теперь в армии все просто супер-супер, много знаем. Многие знания умножают скорбь. Значит, надо выстаивать, надо использовать все методы тонкие, культура или смерть. Люди, так сказать, должны привыкнуть к тому, что они могут действовать многомерно, что нет никаких стандартных композиций, что нужно снова и снова просчитывать какие угодно ходы. на этом фоне лезут в каждую ловушку, в каждую ловушку. Это же понятно, что все это сплошная ловушка. подменяют какое-то живое чувство совести, стыда и все бесконечным кривлянием, жеманством, кокетством. В женщинах противно, а уж в мужиках, которые на войну собрались, и тем более. По любому поводу, когда уже совсем припираешь к стенке, орут, а вы хотели бы, чтобы мы умерли? Признались, что нарушили все приказы и сидят гоголем. Это же только больном социуме возможно. Вот это гоголем. Шоколадно. Сегодня мне звонят. Шрианч, тут такое мероприятие, ну типа в общем, чуть-чуть есть возможность там насчет Катыни. Это, ну в общем. Ну пусть пиарщики там, суды, приговоры, либералам, всем предателям, ну а тут чуть-чуть про историю. Называются опять все фамилии основных людей, кто занимается сейчас провокациями в патриотическом движении. Опять Федоров, опять вся эта компания. Но самое главное заключается в том, что это как бы такой пародирование, обезьяничание по поводу суда времени, понимаете? где место экрана в доказательстве и диалога занимает судебная тройка НКВД, который приговаривает к смерти, ну под экран, да, понимаете? Изменников родины, да? Того или иного типа. И это делает дешевый пиарщик, которому глубоко плевать, что пиарить, эти патриотичные или что мечу. На что дали, то и пиарит, да? Это в лучшем случае. И который ухмыляется и думает, ну пусть это быдло выразит себя до конца, вот в самом мерзком качестве. Пусть это все замкнется, пусть, вот пусть, пусть до телевизора сидят и говорят не по-русски, так сказать, имеется в виду. Пусть орут неизвестно что, пусть будет как можно больше, тогда все быстрее схлопнется. Сознательная негативная селекция, помноженная на тренд, потому что основной тренд этот же. Если бы его не было, ладно, можно было выявить 10 людей, которые этим занимаются и посильнее, так сказать, сделать а-та-та в рамках закона и конституции. Без применения революционных троек, а чисто силой глагола, если они еще люди. Что мы должны предположить? Мы не гностики. Правильно? Так вот, а это тренд, понимаете? Это тренд. Я выработал прием, нажимаю кнопку телевизора и что-нибудь смотрю, неважно, что бегает по экрану. 3, 4, 5 минут. Тут я включаю очередной раз, как раз после того, как вот это вот все телевизионное ТТКС произошло. Там девочки и мальчики играют в какой-то фильм про равновесие, как через портал какие-то страшные тени из других миров вторглись, чтобы мешать студентам МГУ кушать бутерброды и любить друг друга в основном, потому что об учебе даже речи нет, в основном они занимаются кушанием бутербродов и любовью, как и полагается настоящим студентам МГУ. А тени вторглись через порталы, чтобы им мешать. И девочки и мальчики, когда видят, как им мешают и все ручатся, кричат ай-яй-яй-яй-яй и перестают есть бутерброды и очень страдают. И даже с любовью делают некие паузы, так сказать, в этом действии. Я успел увидеть немного. Меня не это потрясло. Меня потрясло то, что это девочки и мальчики, но действительно русские девочки и мальчики, такие неловкие чуть-чуть, круглолицые и все, все прямо это мое отечество. Они играют так, как будто не было в стране ни Константина Сергеевича Станиславского, ни Немировича Данченко, ни Вахтангова, ни Таирова, ни Еврейнова, ни Мирхольда, никого не было, понимаете, вообще. Русский театр конца 19 века это суперпозиция в мире. Супер. Близко никто не лежал. Это русские создали режиссуру, русские создали вот всю эту актерскую школу, русские сделали там все, и потом весь мир у этого учился. Весь мир. Через Михаила Чехова, через кого-нибудь еще. По всему миру шла эта русская школа. Да, были там свои специфики у итальянской школы, у французской, там, естественно, французский классицизм породил свою школу, а там какой-нибудь Шекспир свою. И, так сказать, существовали какие-то вариации на эту тему. Я не говорю, что ни у кого никого не было. А театр, но тоже существовал, и кабуки существовал. Но вот этот театр 20 века, Станиславского и одновременно Мерхольда и все остальное, вот это было создано русскими здесь, в России, понимаете? Это была высшая позиция. Она была продолжена, как эстафета, в советском кинематографе, в советском театре, во всем остальном. Следа не осталось. Следа. Вот так стёрт, она видеть невозможно. Они играют в каком-то, так сказать, ну, профессиональном действии, но в конце концов, ну, мало ли, американских или каких-то других фильмов, где тоже через порталы какие-нибудь дьяволы там вторгаются, и где там все друг друга по полутора числа, как чеврёжицы, хэппи-эндом или без него, да, как заказано. Но там есть другая дрессировка, там есть хлыст и некие правила, ремесла, которые вбиты иначе. И, конечно, они помножены на всю систему Станиславского, оставшуюся там. А здесь что? Но это же только маленький пример. Вы что, считаете, что в театре это так, а где-нибудь в другом месте это не так? это происходит повсеместно в каждой сфере деятельности. И если кто-то думает, что оставшись в количестве менее полутораста миллионов людей на территории скукоженной, как никогда, с неизвестно каких веков, в разгромленном сознании и во всём прочем, можно воевать с консолидированным западом, не собрав себя вот в такой кулак и каждую минуту не совершенствуя всё, что связано с гибким интеллектуализмом, волей, самопожертвованием, силой духа, скромностью, готовностью воевать, это только на разгром, который будет последним. и это происходит везде. Значит, сейчас они будут там судить за эту коты. Вместо того, чтобы поднять уровень разговора до предела, сделать его при жёстком, корректном, волевым, построенным на чувстве достоинства и на всём остальном, всё снижается, понимаете? Россия должна действительно не по факту каких-то таких остроумных трюков, а по существу говорить, так сказать, этому партнёру, который оказался сейчас в Киеве, что, так сказать, что ликёр это не ликёр. Я из своей передачи говорю, вы там, вы же, говорю, интеллектуал, да, я интеллектуал, такой, с чубом там на передаче стоит представитель этого, ну, псевдопатриотизма украинского, да, вы же интеллектуал, да, а что, я говорю, ну, знаете, был такой ликёр, кто? Я говорю, не ликёр, ликёр, был такой германефтик, он писал книгу про конфликт интерпретации, у вас в голове конфликт интерпретации, давайте посмотрим. И никак иначе нельзя, понимаете, почему, да? Потому что ловят-то на другом, что мы в европейском выборе, да, и постепенно сформируется тупо зализанная генерация детей элиты, которая будет как-то всё-таки на среднем серьёзе получать образование в каком-нибудь Оксфорде где-то и полностью разрушенная система здесь. Было несколько профессоров, они стояли на жёстком арктистских позициях и никому не позволяли с них сойти ни на йоту. Но поскольку марктизм было довольно сложное учение, то там внутри этого дела существовала какая-то своя развернутая линия теории советского воспитания. В 1921 году эти люди повернулись на 180 градусов, прокляли Маркса и всё на что они молились, они заявили образованные люди, что воспитание вообще не нужно, что это совок, это предрассудок марксизма-ленинизма, а воспитание вообще как категория, вы знаете, что образование состоит из обучения и воспитания, вообще не нужно. Что это идеологический предрассудок тоталитарных систем, совка и марксизма и всего прочего. Воспитание, и тут вот Павел Росинский написал по этому поводу большую статью, воспитание осуществляют ещё хордовые, не млекопитающие, а хордовые, включая миног, ракообразных, понимаете, у млекопитающих без воспитания обойтись нельзя. Человек вне воспитания не существует вообще. без подключения к банкам данных, которые в сущности и ставят наши подключения вот к тому, что называется культура и другие, так сказать, я упрощённо говорю банки данных, сущности и так далее, человека нет. Он четверенек не встаёт до конца. Было сказано, воспитание уничтожаем, как советский предрассудок. Прошло 20 лет. Через 20 лет они вернулись к воспитанию. И какой-то Ермолин, выпускник краснознамённого института КГБ имени и так далее. Со всеми регалиями. Комитетчик, который потом перешёл к Кодарковскому. Это классический. Говорит, что воспитание нужно для того, чтобы научиться создавать прибыль. Машину прибыли, потому что иначе машина прибыли не создаётся. К сожалению. Теперь по всем этим тусовкам новым, вот сейчас, где теперь заговорили о воспитании и обнаружили, что оно нужно. Идёт разговор о машине прибыли. Брагаузе и Ефроне записано, да, что нужно для реализа чеков своего предназначения. Гибрид из Ходорковского и КГБ помноженное на растущее невяжество, вопиющее, и на какую-то готовность вот этого класса, который расплевался в Среднем Западе, начать лихорадочно прощаться. Что, что фасон держать, если всё равно? Так мы всё скажем на простом языке, осудим с молотком символически. Момент, когда в каждом должно проснуться чувство невероятной ответственности за уровень и за всё прочее, именно потому, что оказались сложнейшие ситуации, принят колоссальный вызов, и вот тут-то сейчас нужно собраться, всё это отбросить и сделать что-то другое, делается прямо обратный ход. Вместо того, чтобы отбросить всё вот это опрощенческо, пошло никакое и оставить всё лучшее, что существует в русском характере и так далее, отбрасывается лучше и оставляется всё это, и это помогают и называют патриотизмом. И вот тут-то и возникает вся эта системка. Вся. А ведь что такое надо понимать? Что такое средний чиновный класс современной России, на котором в сущности всё держится, это вы только поймите. Хороший он, плохой, отвратительный, на нём держится всё. Он массовый, он существует и он как-то утрясся. Что это за чиновный класс? Это люди, которые кто-то больше, кто-то меньше, что-то прихватывает, не прихватывает, но они в принципе в среднем хотят какого-нибудь блага. Понимаете? Но они берут это благо из западного сундука, потому что другого-то нет. Это дело не в том, что каждый этот чиновник хочет каким-нибудь способом контрапупить Родину, но он чуть-чуть подгрёб под себя и хочет какого-нибудь блага, и готов работать, и совсем он не худший. в среднем. хамоватые, есть совсем вороватые, есть нет, ну что есть, то есть. Но он же берёт это благо из какого сундука? Из сундуга западных знаний и всего прочего. Он откуда черпает? Он куда подключён? 25 лет, как говорят о том, что всё то, что позволяло Советскому Союзу, неважно как, я здесь говорю, неважно как, жить таким образом, чтобы опираться на себя, вот это называется концептуально, метафизически, всячески, опираться на себя, черпать благо из собственного сундука. уничтожено же всё, что этим было. Ювенальная юстиция плохо, не спорю, что такое русская семья? Что такое русская семья? Концепция есть внятная? Нет, если нет, какие законы выпускать? Все 25 лет выпускали просто, открывали сундук, смотрели западный, переводили на русский язык и давали на голосование. Всё. Ничего другого вообще нет. Никто не понимает, что ещё можно делать. У них бригады, у нас бригады. У них ювенальная юстиция, у нас ювенальная юстиция. У них там, я не знаю, вампиры и оборотни, у нас вампиры и оборотни. У них матрица, и мы попрыгаем, покувыркаемся, чуть похуже, но как они? Вообще всё как у них, там благо находится. Теперь где должно находиться благо? где? В 21 веке в домострое где? Откуда брать? А ведь уничтожены сами концептуальные высшие основания, на которых можно производить благо самим в собственных интересах. Понимаете? Этого нет. Никто не знает, что такое своя армия. Никто не знает, какая должна быть армия. Что такое образ жизни? Что такое человек? Что такое общество здесь? Что вы делаете? Понятно было, когда говорят, делаем как у них. Тут всё было ясно. И 25 лет говорили это и 25 лет умирало всё, что было не этим. а как его воспроизводить? Один выдающийся и совсем возрастной человек, занимающийся техническими системами, говорит, там, меня предлагают сейчас такие-то, такие-то, такие-то деньги, да, а мне надо воскресить 300 человек, и я не умею это делать для создания новых систем. И это же не единственный случай, это всюду, всюду, если нужно было копировать то, что у них, и хорошо развивать водку по рюмкам, а теперь надо заниматься организацией взаимодействия между родами войск, это же не делается в один день. Серьёзность, а где серьёзность? что за легкомыслие в этот момент? И что это за прощение, за полное воинствующее вообще нежелание напрягать извилин. Откуда оно взялось? Чему так все обрадовались? Потому что повторится Крымская война? Потому что вот такие вот комбинации разворачиваются на глазах? Но ведь самое страшное в этих комбинациях это человек. Кот надо вести информационную войну, чтобы убедить людей, что Бога впадает в Каспийское море, что человек, который сбежал с позиций, нарушив приказ, является негодяем, а не героем. Что это стыдно. Это же должно происходить в один день натурально. Без создания групп, так сказать, информационного воздействия, без каких-то операторов сложных, без всего остального, без бесконечного набора аргументов. нормальный русский человек, посмотри, так ты сбежал, да пошел бы ты, фу, все, так этого же нет, поломаны, поломаны все машины, объективные, нормальные, простые оценки. Вот которые Лермонтов описывает, это Гарун бежал быстрее Лани, да, мать его, ведь, так ты что, сбежал с поля боя, да, мать, я жив, ты трус, ты раб, ты мне не сын, все. Она что там, не знаю, 10 классов школа кончала, что ли? Для этого 10 классов надо кончать, для этого надо иметь не сломанный, не попорченный нравственный камертон. Развлечение, добра и зла. Каждый день они это ломают, ломают, ломают. Впечатление, что эту патриотическую среду просто посадили мастеров, которые развращают, разлагают. Прекрасно все знают. А нельзя одновременно делать новые общества и отвечать на те вызовы, которые сейчас перед нами находятся. А главное, что у кого-то, у кого-то же должно что-то проснуться. Сергей Иванович, тут наконец-то правду можно сказать о Катыни, мы не хотим перебирать, но все-таки, чтобы люди что-то услышали, давайте вместе. там это можно, но пусть они тут что-то такое, ну пусть так ведут себя либеральные прозападные пиарщики, но здесь-то патриотические среди, можно завести иначе. Теперь я хочу сказать о самом крупном явлении, которое стоит за этим, потому что в конце концов такое-то икс или другой, это все иксы, да, это не так важно. Вы должны понять, что в 1991 году в результате развала Советского Союза и краха коммунистического проекта на части территории бывшего Советского Союза, именуемо Российская Федерация, сложилось антисоветское государство, понятно? Антисоветское государство. И когда в этих условиях в 1991 году я заявил, что я буду продолжать отстаивать советизм и все прочее, люди смеялись, они говорят, вы понимаете, государство новое сложилось с разными фракциями, все, вы хотите остаться маргиналом, как вы будете кормить людей, как вы будете жить, что значит бороться, с кем бороться, кто у вас все уже сложилось, теперь в рамках этой новой реальности можно что-то варьировать. Антисоветское государство. И действительно казалось, что сделать ничего нельзя, потому что единственное, что объединяло самые разные группы, это все виды антисоветизма, понятно, да? Почему же мы сейчас имеем то, что мы имеем? А мы имеем глубокую ресоветизацию, начатую, так сказать, очень многими и, конечно, газетой «Завтра», и другими изданиями этого типа, а законченную по большому счету передачами «Сотвремени исторический процесс» и с логическими опросами, показавшими, что эти передачи являются не произвольной, так сказать, диагностикой и мнением каких-то групп зрителей, а общим мнением страны. теперь уже никто не сомневается в том, что ресоветизация худо-бедно, вялая, квази-полу, в разных ее розовых, более красных, менее красных вариантах произошла. Мы имеем ресоветизированное общество в качестве несомненности. Я абсолютно не в восторге от качества этой ресоветизации, от ее глубины, от способности такой вторичной полулегкомысленной ресоветизации мобилизовываться и как-то отвечать советским эталонам. Я вовсе не считаю, что все наше общество готово сейчас же перейти на сталинские технологии жизни. Отнюдь нет. Но она произошла. Как она произошла? И почему-то я через эти 25 лет в условиях, когда я ни одной секунды, не прервал эту советско-коммунистическую линию, почему я здесь стою перед вами, разговариваю и все остальное. Какие крупные факторы повлияли на эту ресоветизацию и что в результате этого произошло с другой стороны от нее? Первый фактор, имеющий важнейшее значение, был государственнический рефлекс антисоветской власти. Конечно же, сконцентрированный, сфокусированный в личности Ельцина. Я не буду говорить о том, что Ельцина в 88-м году, как во время перелета из Таджикистана в Москву, я не помню, может быть, в 87-м, говорил о том, что Горбачев предатель совятизма и коммунизма, что его надо посадить за это в тюрьму и разговаривал на языке почти такого неосталинизма. Возможно, потом за три года он человек был прагматически, он действительно стал настоящим антикоммунистом. Кто-то там стал, кто-то не стал, кунг Юрий Петров. Никогда не стал там какое-то время его правая рука. Это так в один день не происходит. Ну, предположим, Ельцин стал. Дело было не в этом. Дело было в том, что с момента, когда Ельцин схватился на власти, он уже хотел ее держать и не отпускать. Никуда. Рефлекс власти, вот эта либиза доминанте, властное доминирование, в Ельцине был невероятно высок. И очень быстро обнаружилось, что если ты создашь эту черную дыру деревняной 70 с лишним лет, и начнешь вот тут закачивать тотальный антисоветизм и антикоммунизм, да? то ты никакое государство вообще не создашь. Никакое. А Ельцин хотел антисоветское государство. Ну, говорю, кандидат к члену политбюро, да? Пусть, прават нафиг, но государство нужно. И чтобы я в нем сидел и рулил. И этот рефлекс, вот это прагматическое, вот она осталась и до сих пор. Все понимают, что, во-первых, Германию разгромили. Она лежала в руинах. Она была оккупирована, да? Она совершила несвыханное преступление. Но все продолжалось 12 лет. И эта деноцификация уничтожила Германию, несмотря на то, что это было 12 лет. Такая же декоммунизация в России, постсоветская, тотально осуществленная по этим же принципам с выжиганием всего, она создаст ситуацию, при которой никакого государства не будет. Все. Это все понимали. И дали на тормоз. Антисоветизм не вышел на тот градус, на который бы он мог выйти, если бы этого рефлекса не было. И к 93-му году все, у этого мы уже добились. Мы не разговаривали, о том, как вы хороши коммунистический ценз. Мы говорили о том, что хрен, что сделаете. И хрен, что удержите, если сейчас начнете, так сказать, вот эту вот повальную декоммунизацию. Это первый признак. Первая причина. Вторая причина, ничуть не менее важна, чем первая, заключается в эгоистическом страхе попасть под колеса этой декоммунизации. Петра, как бы руководивший аппаратом Ельцина, был секретарем обкома и послом на Кубе. А Ельцин кандидатом члена политбюро. Ковид Бурбулес, преподаватель научного коммунизма. Другие там, это КГБ, как бы советский членумен, все это партийцы, советский министр. Если это все доберется до уровня абсолютно ненавидящего антикоммуниста, который выжигает все вирусы, связанные с коммунизмом, то начать придется с Ельцина. Забота о себе. Остаточный ценностной рефлекс. Хорошо. Все плохо, сволочи, коммунисты, троцкий сионизм, там что-то, да? Не думай о секундах высока. Наступит час, и ты поймешь, наверно. Значит, все эти рефлексы, тогда остаточные у, так сказать, всей этой партийной, комитетской и прочей, они же существовали, да? Четвертое это доминирующий политический инстинкт. Что такое, начиная с какого-то момента, очень быстрого радикальный антикомидизм и антисоветизм. Это диктатура. Пиночет. Да? А диктатура, дорогие собравшиеся здесь товарищи, это дорогое удовольствие. Это потеря личной власти в угоду власти коллективного диктатора. Вплоть до майора, который должен участвовать в этих запречных дел работах. Понимаете? Надо делиться со всеми. Уж точно со всеми генералами. Теми, кто рядом с ними и так далее и тому подобное. И все время думать, что когда устанут от тебя, кто следующий? Один из высших военных первых лет, так сказать, постсоветского периода, ныне покойные, говорим, мы знаем эти фокусы. Претерианцы, да? Сегодня ты император, пришли, меч в живот, следующий, потом нет уж, пусть народ решает. Говорим, поглаживая живот, который не хотел. Значит, одно дело для Бориса Николаевича Ельцин тоже. Выбраться и фактически не зависеть ни от кого. Брать себе и давать сколько надо. Другое дело оказаться обязанным во власти всем, Грачеву, Коржаку, этим, этим и так далее, как-то их выстроить, им все отдавать, отдавать и отдавать, а самому кусать локти. И ждать, когда они примут какие-нибудь новые решения. А для того, чтобы выбраться, как показала практика уже 94-го года, нельзя было накалять антикоммунизм до предела в России. В 94-м году уже партия Демвыбора на этом антикоммунизме провалилась, получила третье место, имея весь административный ресурс. В 96-м году было ясно, что этого все делать нельзя и была принята концепция отца нации. Все. На антисоветизме радикальным крест был поставлен в 96-м году. Еще была газета «Не дай бог», еще кто-то кричал про совок и про все прочее, а уже ситуация была другая, письмо 13 есть, вы прочитаете и все прочее. Что было альтернативой? диктатура предложивших себя Ельцину силовых групп, от которой он отказался в марте, по-моему, в начале марта, в 96-м году. Он отказался от нее. Все. Она была не нужна. Потому что она ставила его в беспредельную зависимость от обеспечителя этой диктатуры, то есть от всего класса Северойков. А он не хотел оказаться в этой зависимости. Он хотел править единолично, как царь Бериндей, а не как чей-то там ставленник, оглядывающийся и думаешь, когда товарищи там в соседней комнате решат, что тебя уже пора слить и все этим товарищам отдавать. Кому ж не обидно будет. Что был доминирующий политический инстинкт. Значит, надо переходить на то, что хочет народ. А народ не хочет этого. Все. Ушли. Дальше. необходимость все более и более и более поддерживать какую-то вот эту новую парадигму. Как только ты ее запустил, то есть ты не произвел эту тотальную декоммунизацию, да, ты, так сказать, сохранил там некоторые структуры и так далее, значит, дальше ты оказываешься в ситуации, когда весь ужас радикальных реформ, которые ты осуществил, связан с антикоммунизмом, а соответственно, так сказать, весь плюс начинает быть связан с коммунизмом. Проходит год, два, три, лихие 90-е. Все в таком ужасе от этой связки между этими радикальными реформами антикоммунизма, что начинается обратный процесс. Естественный процесс ностальгии. Значит, если ты хочешь избираться, то ты должен вписаться в эту ностальгию. ты сколько угодно при этом можешь оставаться антисоветчиком. Но ты должен в нее вписаться. И нужно все новые и новые жертвы на алтарь этого вписывания. гимн России, так сказать, помогает гимн Советского Союза и что-нибудь еще больше фильмов каких-то и так далее. Абсолютная бездарность антикоммунизма. Люди смотрят фильмы и они понимают, включил сюда, там актеры играют, тем не менее, что-то там поют, за что-нибудь благородное. А здесь включил, это вообще маразм. Значит, соответственно, советское кино и все это прочее, начало включение института традиций. Опамятавшись, начали включать институт семейных традиций. Короче говоря, этих ситуаций оказалось так много, что фактически произошла ресоветизация и борьба против советского заменилась борьбой за советское между Зюгановым и его оппонентами. Но мы же должны понимать, что внутри всего этого варева есть ценностно и радикально антисоветский антикоммунистический сгусток. Он мощен, он находится в элите, у него на руках все карты, и он есть. и либерализм отнюдь не является его главной чертой. Он же есть. В чем была его основная стратегия на протяжении 25 лет? Я здесь сейчас говорю основополагающие вещи. Его стратегия все время заключалась в том, чтобы предложить себя лидеру государства, терзаемому всеми проблемами смотри предыдущий лист, необходимостью избираться, нежеланием зависеть от хунта и так далее и тому подобное, предложить себя в виде подавителя коммунизма, который наступает и отбирает власть. Вот если лидер государства соглашается на эту схему, на схему а-ля Пиночет, пиночет они его называли, даешь стадионы, если он соглашается на схему а-ля пиночет, тогда все хорошо. Силовой сгусток заступает за любимого вождя, подавляет коммунистическую заразу, а за одной вождя и образует новый режим. Чем сильнее силовая поддержка, чем дальше можно сдвинуться в этом направлении, что прекрасно понимали также либералы, значит вот этот антисоветский антикоммунистический сгусток предлагает любимому вождю себя в качестве коллектива пиночетистов ради подавления непреодолимой иным способом угрозы потери власти, которая всегда должна была исходить так или иначе изю от зю и угрозы ценностям, которые есть у этого сгустка. Как это все строилось в постсоветской новой истории? Для того, чтобы эта схема была поддержана, желательно было заполучить какого-нибудь а-ля Буша республиканцев. И все считали, что в 92-м году Буш переизберется на второй срок. Но избрался Клинтон. И Ельцин только тогда себя почувствовал властителем, когда избрался Клинтон в ноябре 92-го года. Но еще за день или два до этого за 3-4 дня до этого момента победы Клинтона собрался Совет Безопасности под руководством Скокова, который сказал, что 7 ноября нам не пережить, на 7 ноября нарисовать коммунистов и либералов и установить жесткую власть. Но это считалось, что это будет под Буша. И Буш это согласовал пиночеты. Как только появился Клинтон, Ельза натер под Солбас сказал, нет уж фигушки, никуда я не уйду, никакого Скокова не будет. Скоков обиделся, он был первым насчетом нашего времени, он обиделся, и, так сказать, произошло знаменитое голосование, кто будет премьер-министром, когда был свергнут Гайдар, первое место рейтингово получил Скоков, а третье место получил Черномырдин, но Ельцин избрал Черномырдина, чтобы не избирать Скокова. В девяносто третьем году Ельцина пугали отбором власти, и опять хотел это все делать Скоков. Уже в девяносто четвертом году было уже не Скоков, Скоков отказывался, были специальные аналитические публикуемые работы Павловского угроза переворота, и Скоков отказывался публично в пользу Сосковца. Потом насюбила эпоха, так сказать, пиночета под названием Коржаков Сосковец. В девяносто шестом году она гигнулась под то, что Ельцин хотел избираться. И тут же появился, ну и будешь не говорить, пиночет, пиночет под названием Лебедь. И этот лебедь хотел стать пиночетом дважды. В девяносто шестом году, когда мы его общими усилиями, так сказать, формировали решение по его снятию, так сказать, с поста секретаря Совета Безопасности, я до сих пор считаю, это своей одной из наибольших заслуг периода жизни страны. И в девяносто восьмом, когда начался кризис, знаменитый Кири Янковский дефолт, и Лебедь опять хотели сунуть секретарем Совета Безопасности под Черномырдина вместо Примакова. А Черномырдина не приняла Дума, потому что ее парализовали, и это можно было пробить только через силовой вариант, а для силовой варианта нужен был Лебедь. И тогда тоже это мы блокировали. Существовало огромное количество попыток этому сгустку дать возможность развернуться силовым образом, уничтожить эту компартию, которая все время на нас плюет, и которой давно бы не было. Вообще. Ни в каком виде. Да? И все время его убеждали, невозможно без этого. Борис Николаевич, уважаемый, у вас 3% рейтинг, ничего сделать нельзя, настроение против вас, давайте их мочканем, мы за вас стоим. И все будет хорошо. Фигушки, давайте я очень стану отцом нации, выборы произойдут другим образом, эти напишут письмо, я изберусь, а все остальное останется как оно есть, и я сумею победить выборным путем, и тогда я на вас, на всех это сплюсь, потому что тогда я в вождь, номер один, меня народ избрал, а не какая-то хунта. Понятно, да? все это могло существовать только в условиях, когда Запад невероятно боялся вот этого коммунистического реванша советского. То есть он стоял на стороне Пиночета, Пиночет не может существовать без Запада, поэтому в этот момент весь этот ОСАК, антисоветско-антикоммунистический ОСАКС, сгусток, да, этот ОСАКС, он всегда существовал, потому что он был за Запад, и он антикоммунистический, и он понимал, что это Запад должен согласовать, Пиночетовский вариант, а демократический Клинтоновский с трудом это согласовал. В каком-то смысле ОСАКС считал, что и Путин ему обеспечит тоже некий такой же вариант для разворота, но Путин как бы огромную подлянку этому ОСАКС подкинул в виде высокого рейтинга и спросил уважаемый ОСАКС, а собственно что я должен бояться-то? Рейтинг у меня зашкаливает, да? Зачем вы мне нужны? Значит, ОСАКС с какого-то момента стал ощущать себя как-то не при делах, но вы знаете, что делает подсистема, когда она перестает отвечать системными целями, она пытается навязать системе другие цели, да? Она же сама автоматически не рассасывается, это огромный сгусток на людей, действительно страстно ориентированных определенным образом, имеющих определенную установку, у которых есть ценности, представление о благе, и есть жажда порулить, и вообще все это там покурочить. Теперь, после того, как это все произошло, вы представьте себе этот вариант, вдруг появляется сначала программой Суд времени, исторический процесс, как знаки Советизации, потом движение Суть Времени, а потом этот самый Воробьевы Горы и Поклонная Гора. Вы вообще представляете, что произошло со САГС? Появилась новая, явно просоветская, коммунистическая, не фундаменталистская, не ретроградная, молодая сила, которая оказалась на стороне, так сказать, Поклонной Горы, и к которой при том в гости пришли в колонный зал. Это же полный крах всего, всего жизненного проекта, всех мечтаний, всех полученных возможностей. И все равно это было еще кое-как приемлемо, кое-как, пока не возник Красный Марш. Почему? Потому что Красный Марш, во-первых, показал какую-то силу, а во-вторых, к этому моменту Красный Марш произошел на фоне Крыма, который забил осиновый кол в вопрос о поддержке Западом лидера. Линия поддержки Западом лидера оказалась уничтожена. Все. ОСАКС, который работал в концепции «Я предвожу себя лидеру для спасения от коммунизма», оказался в полной заднице, потому что и спасать не надо лидера, он и без тебя спасется. И Запада нет под этот проект поддерживающего лидера. И воевать с большинством населения в условиях, когда ты одновременно воюешь с Западом, нельзя на два фронта. все. Возникли бесконечные объективные условия для той или иной небуквальной ресоветизации. Центр вместо того, чтобы стать правым центром, вынужден был стать левым. Большинство населения там, с Западом расплевались и так далее. возникла фундаментально новая ситуация, в ходе которой, так сказать, суть времени идет колоннами значит с этим, да? И все, что можно заорать по этому поводу это почем курточки. Значит, весь этот АСАКС мобилизовался уже до предела. И все, что у него перед глазами единственное вот у него под глазами кровавая пелена, а сквозь эту пелену он видит суть времени. А что он должен видеть? Ему нужно видеть не, так сказать, оппозиционную силу, он не ее боится. Понятно, да? И не ретро, потому что на него шансов нет, да? И он видит, у него другого врага нет. значит, он на каждое мероприятие выставляет контрмероприятие. Ах, вы сделали шествие красное, а мы делаем вот это. Ах, оно проваливается в сволочи. Ах, вы делаете там колонный зал, а мы сейчас делаем правый форум. Ах, он провалился в сволочи в квадрате. Ах, вы делали суд времени, а мы сейчас будем судить закаты. Ах, провалилась, опять провалилась. Да что же это за гадость такая? Ну, что за невезуха? Непруха. Наконец, Асакс понял, что ему нужен свой лидер. И собрав все силы, все деньги и невероятные возможности, он решил, что вот тут-то он этого взорвавшегося, да, взорвавшееся лицо кавказской национальности, он тут-то и уделает до конца. Вот он, звездный час, вышел господин Диркин, посадили туда день и ночь, до 40 постов в день господин Диркин делал, руководя войсками в Славянске. Кто-нибудь пробует 40 постов в день делает? Значит, просто была создана пиар-площадка под все масштабы, показывают, там все они были, вон они, каждый, что там, они же все нормальные люди, да, ну, покажите хоть кого. Зачем-то связывают это все нашу деятельность с Ходоковским, с которой он совершенно никак особенно не связан. Ну, милый, интеллигентный человек, да, а ну, пожалуйста, Безлера покажите, что его нельзя показать? Запросто, все они местные. Того, Равиля, да хоть Пономарева, кого хотите, покажите. Показали этого, потому что он и есть ОСАГС. И ОСАГС понял, что он сейчас сделает своего Ельцина под Горбачева Путина, понятно, да, что он своего лидера сейчас получил, со всеми своими характеристиками, отоброго, надежного, с ним сделанного, свеженького, молодого, неумного, управляемого и абсолютного, который он держит вот так в руках, да. И не успели ОСАГС, обрезнуться и подготовить главное мероприятие под названием «Путешествие в Ростов», как приезжает опять эта Ища Диада и делает дырку. И все начинает оттуда течь из дырки. И вроде дырку можно зашить, но, во-первых, непонятно как. Тут налетает эта секта отвратительная и начинает ее дальше теребать во всем полном. И ОСАГС теряет этого лидера. Он здесь где-то вертится на каком-то краю, но уже ничего с ним особенно не сделаешь. Народный герой. Бежать не надо было из славянской. Сидеть там до конца и был бы народным герой. Фиг ли было бежать? А потому что неумная, управляемая, игры не понимает, слушает непонятно кого. Абсолютно такое, да? А такой же и нужен. значит, мало того, что гады осуществили ресивитизацию по телевидению, потом подтвердили опросами, потом устроили несколько митингов и перетянули эту просоветскую энергию не в ту сторону, в которую они хотели, не под Шандеровича, потом там к ним приходят, да? Потом они устраивают этот красный марш в момент, когда главная карта западничества бита Крым, а потом они сбивают изделие под названием лидера САКС. И они теряют ставку безумной цены. Вот тут цены нет этой ставки, понимаете? И новую не сделаешь. Снова такую площадку не создашь, снова не начнешь проклинать, уже все, свежака нет. Не подошь так. Благословно идеальная площадка, это война. Теперь он весь существует. Понимаете? Он же существует, он никуда не ушел. Он всегда считал себя главным. Он знал, что кумуняк надо будет зачищать, потому что это будет мнение Запада. А либералы сами сольются. Он пьешь вот его звездный час. И вместо звездного часа он получил полную не буду говорить, что. Но он же от этого не стал менее сильным. Он мечется, как растерянный зверь в этой клетке. И он понимает, что при всех, в обычном смысле своего, антисоветских рефлексах Путина, которые не так сильны, как другие. Конечно, существует. Все антисоветское. Это антисоветское государство, антисоветская система и так далее. Там же есть практическая необходимость. Там новый формат. Значит, подо что может предложить себя ОСАГС? Только под сброс Путина. Вот это Запад поддержит. Это и есть пинотчет. И тогда он на коне. Он уже, он обезглавлен, у него лидера нет. Он говорит, да мы запутинцы, да мы такие запутинцы, что дальше некуда. Ну хорошо, вы запутинцы, вы никому не нужны, вы сантехников не нужны. Сантехнику. Создавайте вашу вонючую партию, берите с ней 7-10-12 процентов голосов, 15 поделим, сидите в думе и дохните там. До второго пришествия. Вы не нужны. У вас нет исторической энергии. Тогда и рождается колорады, ватники, мерзавцы, быдло, опять второй раз, совки. Понятно, да? все формулы диктатуры классу и западу ОСАКС нужен для диктатуры, но нельзя построить диктатуру без запада, а запад уже хочет расчленения. Значит, надо согласиться этому ОСАКСу на то же, на что соглашался ОСАКС при Гитлере. Буквально. Это не исторический параллель. Это буквально. С этого момента в ОСАКСе доминируют власовцы и другие прогитлеровские силы, соглашающиеся де-факто на расчленение страны. Потому что им не дадут установить диктатуру без расчленения, как не дал бы ее никогда сделать Гитлер. Никакому Власову и никакому Бандере сильную Украину он не дал бы сделать, потому что нужен был рейс-комиссариат. Значит, чтобы они не ныли и как бы они не кокетничали и не кривлялись в патриотических позах почище любой политической Камасутры, все равно по факту они занимают ту роль, которую занимают все. Или они не нужны, им надо согласиться на прозябание, либо им нужно решаться на диктаторский бросок. Пусть и завуалированный. И вот они его и осуществляют. Поэтому кто здесь, это вопрос один, но когда я говорю, что это же было здесь, понятно, что я говорю. я говорю, что это ОСАГС, который оборзел, потому что единственное, что ему нужно, это власть. И в центре которого засела власовская слагаемая всего этого белого движения. Потому что любая другая, понимая, что ее исторический шанс связан с предательством России, она не так легко на него идет. необычное фундаменталистское даже сколь угодно антисоветское православие, никакие другие, они так легко не идут. На это идет зарубежная церковь, на это идут власовцы и все, что рядом с ними, а также либералы, которые там будут 10 раз аплодировать и согласятся даже на любую пиночетовщину, потому что все, что я вам здесь говорю, это 100% повтор украинского варианта. Украинский вариант разработан подо все пространство. Везде нужны иллюстрации коммунистов, везде нужны ресоветизации, рекоммунизации, везде нужна зачистка этой элиты. Вот сейчас идет кампания деолегархизации. Почему она идет так сильно? Да потому что все происходит по Браудеру. Браудер тоже требовала пастухов, чтобы в Российской Федерации убрали эту преступную грязную элиту. и очень сочно описывал ее свойства. Почему? Потому что вместо нее надо поставить международные структуры напрямую. Они же не будут такими грязными, бандитскими и всем прочим. Они же у нас в белых перчатках. Значит, зачистка украинской олигархии нужна для того, чтобы посадить вместо нее на все ресурсы 100% западных хозяев. И здесь нужно то же самое. Соответственно, понятно, что народ надо загнать замажай, потому что западным хозяинам нужна сверхприбыль. Страну надо расчленить, ядерное оружие убрать обязательно навсегда. Ну, дальше геноцид русского народа прописываться не надо. Русские русские, русский мир, русская весна. Теперь возникает естественный вопрос, а почему если это все так, предположим, я на последней телепередаче не присоединился к какому-нибудь этому самому, как его зовут, Митрохин, что там в этом разговоре про Санкт-Петербургский этот форум, потому что я никогда не буду вместе с яблоком никого атаковать, и потому что обсуждалось выходить ли на пикеты по поводу этого Санкт-Петербургского форума. Никогда мы не будем выступать против каких-нибудь такого рода мероприятий, объединяясь для этого с очевидно проамериканскими, это сказать, изменническо- антинародными силами. Не будет этого. У нас свои способы, свой почерк, и все, что угодно, и в эту дурь лезть нельзя будет. И никогда бы я не тронул этого лидера, этого Асакса, этого Стрелкова, если он не сбежал. критерием стал тупое, простое предательство и бегство. Они изощренные разговоры о том, где проходит грань между белым патриотизмом вообще и Красновска каким-нибудь бандеровским псевдо-патриотизмом. Никаких сложных выкладок. Не убежал бы, стоял бы славянский, был бы цел идеологически. Сбежал получи предателю предателево, беглецу беглецово, а все остальное это вопрос морального здоровья народа. То есть он не здоров, он обречен. Мне хотелось сейчас в этом выступлении не столько обсуждать некую сложную комбинацию международных факторов, сколько во-первых охарактеризовать просто феноменологически какие-то простейшие факторы в подлинном значении и трагедии, а во-вторых дать полноценную политическую теорию, конкретную прикладную теорию сегодня процесса ресоветизации концентрации антисоветского на другом полисе вот этого самого АСАКС и его место в нынешней политической жизни. Без этой политической теории вы не разберетесь. Никакая конспирология не поможет. Кто именно Александр Николаевич Яковлев неясно. Александр Николаевич Яковлев выражал волю АСАКСа этого же. Больше ничего. Историческая обстановка изменилась радикально. Народ другой. Он в чем-то очень сильно подсел и подразложился. А в чем-то он накопил невероятное раздражение по отношению к всей этой АСАКСовской реформистской линии. Он другой. Запада нет. АСАКС может существовать только с Западом. А переход АСАКСа под Запад, то есть против Путина означает распад страны. Никаких разговоров о том, что у вас будет замечательное белое государство. И наконец обратите внимание на эмблему, которая существовала на этом консервативном форуме. Там был белый лебедь на голубом фоне. Правильно говорю? Вы знаете, что это такое? когда генерал Лебедь хотел брать власть, он орал с искривленным лицом после своего третьего места на выборе. В Лебедяне все будете жить. В Лебедяне это кодовый символ АСАКС. Лебедяне. В В В смысле мне хотелось бы, чтобы вы эту всю ситуацию поняли. Теперь я хотел бы, чтобы Юрий рассказал нам про экономику. еще хотел бы дать Марии Подкопаевой несколько, чуть-чуть времени мы уложимся для обсуждения всех этих вопросов. Да, пока Юрий Вольфович садится. Вы знаете, что акция оранжоидов новая идет. Акция 19-го будет, да? То есть еще одним пунктом в этом деле будет вот эта самая новая акция гнева и борьбы с российскими агрессиями и всем остальным. Поздравляю вас. Нам предстоит еще и это. 19 апреля не за горами. Какая-то очередная гадость готовится. Не убежден, что в момент подготовки этой гадости не произойдут какие-то неприятные события на Украине. Легко себе представляю, что это будет так. Пожалуйста. Тем более, прошу прощения, сегодня приняты два законопроекта, приняты Верховной Радой уже, то есть это уже законы о фактическом запрете коммунистической и нацистской идеологии и символики, как античеловечной, а также о героизации борцов за свободу Украины в 20 веке, то есть Бандеры, Шухевича, и вы также знаете, конечно, что Приднестровье неспокойно, что очень неспокойно в Белоруссии. Все это происходит на фоне того, что мы обсудили. Я можно скажу еще какую-то вещь. Вот выступил Зорькин, который наконец задел то главное, то главное и единственное, что можно было задеть интеллектуально. Он просто и доходчиво сказал, что голосов не хватало ни для создания комиссии по импичменту, ни для принятия импичмента, что это было осуществлено без Конституционного суда, без Верховного суда, то есть что все процедуры были нарушены, а значит никак нельзя называть этих людей иначе как повстанцами, а силы, которые находятся в Киеве, иначе как узурпаторами. Они не сумели изложить Януковича. Там нужно было там голосов X 300 с лишним для импичмента, а у них в зале находилось на 50 человек меньше. Ну не помню, сейчас не буду точную цифру. Тут нужно было начать уже с этих каких-то голосов, чтобы комиссию сдать, и они вообще не создали. Нужно было согласие Конституционного суда, они его не получили. И даже разогнали Конституционный суд. Заодно его разогнали Верховный. Они узурпаторы, а если они узурпаторы, то другие повстанцы. Это поразило настолько, это Волга впадает в Каспийское море, это азы права. Поразило настолько, что начался мат. У них даже не хватило сил на то, чтобы отвечать интеллектуально. Понимаете? это означает, что все уже перестали бороться за так называемый просвещенный класс, который хочет услышать что-нибудь кроме мата. Либо этот класс решили, что вообще нет, он не нужен, либо было решено, что он в игре все равно участвовать не будем. Но так нельзя. Все равно все понимают, главный скелет в шкафу состоит в том, что Януковича не сумели свергнуть правильно. Его импичмент не действует, а он осуществлен с грубейшими нарушениями Конституции. А значит все дальнейшее абсолютно незаконно. Ну второй фактор был тоже поднят на последней передаче, где вот эта интеллигентная женщина с украинцей а есть агрессия, то что отозвали посольство, объявили войну, что произошло, если это все агрессия, обменяли пленных, то есть интеллектуальное поражение возможно, но как это раз, когда мы пытаемся добить с помощью гибких методов и всего остального эту систему, каждый раз на этом пути возникает вот это двусмысленное обыдленное скотство такое, да, которое противопоставляет этому какие-то действия, которые лишают победы, вообще лишают русских последнего шанса, потому что начинается вот это вот два прихлопа, три притопа, вот это бесконечное упрощение и все прочее, внутри которого сидит страшная двусмысленность, страшно. теперь за этим Зорькин, там главное, выступил Ходорковский, кумир либералов и сказал 93-й год преступен, а я преступник, потому что тогда этого не сказал, это сказал Ходорковский, расстрел Верховным Светом был преступлением и я преступник, который в этом участвовал, я до сих пор каюсь по этому поводу, он сказал то же самое, что Зорькин, но Ходорковский душка, а Зорькин негодяй, понятно, потому что уже принцип свой-чужой перекрывает аргументы, тезисы, убедительность, все что угодно, все сузилось до прямой ненависти и двухстай. Как тут удержать Россию? Вопрос открытый. Пожалуйста, Юр. Сегодня я буду говорить об экономике России. Так, конспективно, потому что событий произошло много. Очень значимое событие последнего времени это понижение суверенного рейтинга России до мусорного уровня ведущими американскими рейтинговыми агентствами. Конечно, решение чисто политическое, потому что в нашей экономике сейчас налицо и по нефти, по доллару и евро, ну, по основным признакам, таким внешним признакам, скажем так, кризисной стабилизации. Ну, а раз понизили государственный рейтинг национальный, естественно, пошла волна понижения рейтингов городов, регионов, компаний, корпораций, банков и так далее. Главная проблема этих рейтинговых решений для России заключается в том, что при этом возможны пересмотры объемов и сроков погашения накопленных внешних долгов. Ну, во-первых, ряд международных инвестиционных структур по уставу по своему не имеют права держать средства в ценных бумагах, которым присвоен мусорный рейтинг. Они обязательно должны их продавать немедленно. Хотя, видимо, постоянную часть наших такого рода бумаг они уже продали еще в январе, когда Мудис первым понизил рейтинг. Но что-то еще, видимо, осталось и этот процесс продолжается. Кроме того, есть кредитные соглашения наших банков, наших корпораций, у которых есть особые условия, так называемые ковенанты. Одна из возможных ковенант заключается в том, что при снижении до определенного порога уровня рейтинга компании, которая получила деньги в долг, она должна либо досрочно вернуть долг, либо восполнить залоговый пакет акций. Например, 20% акций банк заложил, получил 100 миллионов долларов. Его кредитный рейтинг упал, с него требуется либо еще доложить в залог за кредит 10% или 15 или 50% акций, либо срочно вернуть долг. Мы не знаем, сколько таких еще бумаг, которые не продали международные инвестиционные компании. Мы не знаем, сколько у нас осталось компаний и банков, у которых такого рода ковенанты, но мы видим, что в первом квартале было форсированное сокращение российского внешнего долга. То есть довольно большие внешние долги еще вернули. Откуда вернули ясно, что скорее всего из наших фондов. Но само по себе вот это рейтинговое действие плохо тем, что теперь даже на азиатских рынках, не говоря о европейских, о западных, дешевых кредитных денег до изменения рейтингов Россия не получит. А у нашего корпоративного сектора, в том числе у госкомпаний и госкорпораций, еще осталось примерно 550 миллиардов внешних долгов. По данным ЦБ, по итогам 2014 года совокупный внешний долг России снизился до 600 миллиардов долларов за год. В конце 2013 года было 730 миллиардов, то есть около 130 миллиардов долгов сократили. Вот видите, мы накапливали, накапливали, особенно быстро накапливали во время кризиса с 2008 года, пик был в 2013 году, а вот за год довольно большой кусок, 130 миллиардов долларов отдали. В основном в последних кварталах 2014 года, то есть на панике, когда стало понятно, что нас совсем собираются удушить и нужно спасаться от, грубо говоря, долговой петли. Ну и повторю, все-таки в первом квартале этого года по утверждениям экономистов Минфина еще около 50 миллиардов долларов долгов приоритетных сумели вернуть, то есть в этом году большой долговой нагрузки якобы нету. Что в результате? Наш госдолг снизился с 77 миллиардов до 52 миллиардов долларов, это по сравнению с бюджетом и с ВВП крошечный долг, мало стран, у которых такой маленький госдолг, ну а долг банков снизился до 171 миллиардов долларов, долг корпораций до 377 миллиардов долларов, то есть очень немало. Госдолг невелик, корпоративный долг снизился существенно, но при этом очень существенно упали еще международные резервы, основная часть которых находится в двух наших резервных фондах, резервном и фонде национального благосостояния. Вот видите, здесь картинка наших фондов, сначала это был стаб-фонд, с 2008 он разделен на фонд национального благосостояния и на резервный фонд, и вот такая динамика, мы максимальные были, мы их проедали, проедали, затем с 2019 начали наращивать, а с 2014 вот такая ситуация расходования, то есть сейчас на начало апреля сумма наших валютных резервов 360 миллиардов долларов, то есть почти вдвое меньше, чем наш совокупный долг, хотя по сравнению с ВВП все-таки это не такие большие долги и резервы считаются более чем достаточными, то есть с большим запасом, тем не менее считать это благополучным нельзя и нельзя вот почему, потому что ЦБ в марте в феврале не проводил серьезных валютных интервенций, а резервные фонды фонда национального благосостояния снизились как мы видим очень сильно, куда? В основном резервы тратились для затыкания бюджетных дыр и спасения ключевых инвестиционных проектов, но тех, которые дороже забросить, чем закончить, иначе все деньги пропадут, которые были вложены. В итоге, по данным ЦБ, резервный фонд на 1 апреля 4,43 триллиона рублей, фонд национального благосостояния ФНБ 4,37 триллиона рублей, то есть за месяц, за последний сократился резервный фонд на 6 с лишним процентов, фонд национального благосостояния на 5 с лишним процентов, а по тем поправкам бюджет, которые сейчас обсуждаются, вот-вот будут приняты на 2015 год, траты резервного фонда будут 3,07 триллиона рублей, ФНБ 864 миллиарда рублей, то есть останется у нас в резервном меньше 1,3 триллиона рублей, ФНБ меньше 3,5 триллиона рублей, и все эти, конечно, негативные прогнозы наших трат в значительной мере связаны с падением нефтяных цен, финансовыми санкциями Запада, включая вот эту самую рейтинговую атаку. Сейчас отмечу, в прессе нередко возникают разговоры, они уже повторяются месяца два, о том, что нам нужно в ответ на санкции Запада, на эти реальные действия, к чертовой матери послать все международные структуры и заявить о том, что мы полностью отказываемся от выплаты всех долгов государственных корпоративных вплоть до момента отмены санкций против России. Это, считаю, неумное и опасное заявление, поскольку, что это будет означать? Это будет означать, что Россия объявляет миру всему тотальную экономическую войну не только Западу, но и миру, потому что на наши западные долги завязаны и китайские банки, и корейские банки, и индийские банки и так далее. То есть, мы ударим по всем. Это, скорее всего, прервет финансовые линии России по всем направлениям, не только по кредитам, но и по арестам, грубо говоря, или неоплате нашего экспорта, нефтяного, газово-металлургического продовольствия и другого сырья и так далее. Это может привести к арестам счетов наших банков и корпораций. Ну, в общем, все неприятности, которые мы можем получить, нам, естественно, навяжут, придумают, в том числе, в порядке объявления ответных самых невероятных санкций. Какие только смогут придумать. Значит, тем не менее, нельзя не сказать, нельзя не признать, что действия ЦБ и Минфина как-то успокоили спекулятивную игру на нашем валютном рынке. И вот мы видим даже, что доллар от пиков конца января, начала февраля на уровне почти 70 рублей за доллар. Сегодня он чуть выше 52 рублей за доллар. Это огромное снижение. Дело в том, что наши монетарные власти, наши финансовые власти, зажали спекуляции различными способами, включая не полностью, но довольно существенно, заставили крупнейшие компании оперативно продавать часть валютной выручки, то есть возвращать в Россию, заставили банки, в том числе очень жестко, некоторыми мерами, поднять обязательные резервы, то есть гарантии собственной ликвидности, в результате оказалось, что спрос на доллар ниже, чем спрос на рубли. Соответственно, рубль дорожает, а доллар дешевеет. Более того, сейчас даже некоторые экономисты заговорили, что, ребята, вы перестарались, во-первых, вы лишаете крови экономику, ну, деньги, кровь экономика, это действительно страшная вещь, а во-вторых, вы лишаете нас конкурентоспособности, вы так укрепляете рубль, что весь запас нашей конкурентоспособности на внутреннем и на мировом рынке, который был создан за счет девальвации рубля, он потихоньку схлопывается, нам опять будут навязывать импорт, или наши дилеры будут покупать товары не у наших производителей на Западе, раз доллар дешевеет, а рубль дорожает, не надо, ребята. Ну, в общем, это примерно вот такая вот игра, в правительстве тоже говорят, что хватит переукреплять рубль, не надо, тоже такие голоса раздаются, то есть сейчас вот идет некое такое устаканивание ситуации, я не думаю, что рубль еще в ближайшее время резко подорожает, то есть доллар резко подешевеет, но какая-то болтанка вот в районе, грубо говоря, на мой взгляд, в районе там 50-55, вот мне кажется, что где-то в ближайшее время будет игра в этом диапазоне. Но заслуга действительно в стабилизации рубля, хотя немалая цена, это сильное падение наших валютных резервов, но действия не только ЦБ и Минфина, но и Госдумы и других органов власти, публичный и подковерный. Я перечислю некоторые действия. 20 февраля еще Госдума пригрозила ЦБ внесением законопроекта о прокурорском надзоре обязательным Центробанком. По законам по нашим по Конституции нет такого надзора, но КПРФ и ЛДПР и часть единороссов, подчеркну, тоже уже говорят, что мы будем проталкивать этот законопроект вплоть до постановки на голосование поправок в соответствующую статью Конституции. То есть это угроза серьезная. 24 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает проводить госзакупки у компаний, расположенных в офшорных зонах. То есть офшорные компании на госзакупки могут не рассчитывать. Давайте капитал к нам. 26 февраля глава Следственного комитета Бастрыкин предложил ограничить простор для валютных спекуляций путем введения обязательной продажи части валютной выручки экспортерами и уголовного наказания за невыполнение этих требований. Но в правительстве да и в Думе сказали не-не-не давайте этим не будем заниматься. Особенно монетарный финансовый блок правительства был против. Но тем не менее скажем так методами ручного административного управления значительную часть валютной выручки крупнейших экспортеров сейчас продавали заставили и они этим успешно занимаются скажем так продают. Наконец подключили к этому и правительству в начале марта вышло постановление Кабмина по созданию национального совета по обеспечению финансовой стабильностью. И по этому постановлению ответственность за финансовую стабильность уже возлагается не только на Центробанк но одновременно и на Минфин и на Минэкономразвитие. То есть грубо говоря им придется прекращать свары относительно экономической политики делать все согласованно и грубо говоря под контролем правительства потому что формально ЦБ никому не подчиняется он сам себе голова. Эти меры конечно очень здорово поправили ситуацию с оттоком капитала одновременно в этом помогли Великобритания и Испания. Великобритания в начале марта Испания в самом конце марта потребовали от проживающих в их странах русских украинцев срочно отчитаться о происхождении денег на счетах и в местных банках а также об источниках средств на которые они приобретают в этих странах дорогостоящие имущества. Поскольку отчитываться далеко хотят не все они тоже начинают задумываться либо бежать в какие-то другие офшоры срочно но если говорить о недвижимости быстро не убежишь либо возвращать все в Россию значит поэтому эта совокупность мер наряду с зажимом очень сильным рублевой эмиссии о котором я говорил привели к тому что вот рубль к доллару очень существенно укрепился и даже в конце марта начале апреля в Минэкономразвитии было несколько заявлений о том что по уточненному прогнозу ВВП России в 2015 году будет падать на уровне 2,5% а не 3% падения как было по предыдущим прогнозам но пока что оснований для таких оптимистических прогнозов не особо видится значит нет главной перелома в кредитовании реального сектора экономики ну во первых эксперты Сбербанка вот 1 апреля сообщили что они провели расследование выяснили что наши банки по меньшей мере треть тех валютных поступлений которые они в качестве краткосрочных кредитов РЭПО получают центробанка не дают в кредитовании не укладывают свои резервы достаточности капитала а пускают на спекуляции на валютном рынке то есть треть того что получают от банков то есть это хулиганство валютное гораздо в меньших масштабах но тем не менее еще продолжается а во вторых ну понятно что за критические ставки ЦБ 14% это не 17% но это немного различается это все равно означает что банки будут выдавать кредиты ну не меньше чем под 20-22% для промышленности это ставки неприемлемые по таким ставкам промышленность даже крупная деньги брать не может соответственно кредитов нет нет денег на развитие и соответственно начинается стагнация ну и в других отраслях экономики тоже ситуация далека от благостной одна из самых серьезных проблем это состояние бюджетов регионов по данным Минфина на 1 января 2015 года суммарный объем госдолга субъектов федерации в годовом измерении увеличился на 20% и составил больше 2 триллионов рублей вот видите все округа в долгах крупных самые крупные у центрального у приволжского а все вместе это 2,1 триллиона рублей в этом году уже были но текущие пока еще не окончательные данные Минэкономразвития и Минфина о том что долги субъектов федерации продолжают расти это очень серьезная проблема 12 марта Путин уже говорил что с этим надо что-то делать и поручил правительству обеспечить предоставление субъектам российской федерации в течение 15 года бюджетных кредитов на 310 миллиардов рублей на финансирование хотя бы дефицитов региональных бюджетов и в том числе на погашение долгов по коммерческим срочным коммерческим кредитам но уже понятно исходя из долга и темпа его накопления что это только на самые проблемные бюджетные дыры регионам хватит а долги будут накапливаться и проблемы будут накапливаться вторая большая проблема инфляция ну понятно растет потому что нельзя стране обходиться без подорожавшего импорта в том числе продовольственного нельзя ну а отечественный бизнес средств за импортом увеличивает цены везде где может настолько насколько может пока покупают дорожают соответственно и продукты и лекарства и услуги бытовые товары в частности вот данные платные медицинские услуги с начала 2015 года подорожали в среднем на 10-12% лекарства на 15-16% ну тоже средние цифры большинство продовольственных товаров из так называемой минимальной потребительской корзины на 13-22% ну некоторые эксперты говорят что это цифры мифические в реальности гораздо больше но тут очень по-разному по регионам в некоторых регионах действительно даже меньше подорожания есть такие данные а в некоторых в разы больше при этом еще две недели назад глава Минэкономразвития Улюкаев считал что высокий уровень инфляции вот последних месяцев до 17% в пересчете на годовые темпы сохранится минимум еще несколько месяцев однако в связи с резким падением стоимости доллара укреплением рубля и действительно в связи с тем что в некоторых регионах на некоторые товары цены стабилизировались и даже начали падать он заявляет что инфляция в последнее время резко упала до уровня 1,2% в месяц и соответственно годовая инфляция может выйти на уровень менее 10% 9-9,3% Кудрин называет 12% Минпромторг говорит даже возможно 8% но какие-то такие оптимистические нотки появились но тем не менее ясно что в этом сходятся разные ведомства реальные доходы населения с начала года в среднем упали на 9% то есть с учетом падения уровня покупательной способности денег с учетом падения доходов на 9% с начала года еще одна крупнейшая проблема это производственные инвестиции без которых понятно не то что экономический рост но даже сохранение нынешнего уровня производства совершенно невозможно кредиты повторю брать нельзя а значит результаты производства мрачные уровень производства в большинстве отраслей промышленности подчеркнув включая экспортно-валютные отрасли не растет или даже падает это вот таблица о том что февраль к ноябрю за 3 месяца как менялось производство вот хочу обратить внимание в нижней части добыча полезных ископаемых металлургия производства металлоизделий распределение производства электроэнергии производства транспортных средств и оборудования огромнейшее падение то есть предприятия не могут скажем так воспроизводить уровень сегодняшнего производства и тем более реализовать импортозамещение ну и одновременно что так же хуже некуда снижается импорт из-за рубежа так называемого инвестиционного оборудования то что нужно для обновления и развития производственных мощностей вот мы видим что у нас в четырнадцатом году происходит уже в тринадцатом началось постепенно дальше пошло вот так и в нынешнем пятнадцатом году в конце прошлого начале этого уже обвал правда вот в феврале некоторое повышение но я разговаривал с экспертами это связано с тем что было выпущено небольшое количество очень дорогостоящего инвестиционно важного оборудования а именно турбин для электрических и тепловых станций вот они обеспечивают скачок который увы дальнейшего оптимизма не вызывает а зависимость производственных секторов российской экономики от импорта по прежнему очень глубокая в частности премьер Медведев 3 апреля на совещании по импортзавещению назвал следующие цифры доли импорта по отраслям станкостроений 90 процентов доли импорта тяжмаш 70 нефтегазовое оборудование 60 энергооборудование 50 гражданское авиастроение 80 сельхозмашиностроение от 50 до 90 то есть наши ключевые отрасли сегодня абсолютно не готовы к тому чтобы обеспечить сами себя инвестиционными товарами то есть тем что называлось когда-то в светское время товары категории А производство средств производства а если мы не можем обеспечить производство средств производства понятно при отсутствии или недостатке валюты мы не можем принципиально набрать сколь-нибудь серьезные темпы какого-то развития модернизации принципиально не можем это конечно очень тяжелая дырка ну и далее еще несколько скажем так показателей цифр которые говорят что в нашей экономике до благополучия далеко 27 марта зампред правительства Казак на коллегии Минстроя заявил темпы жилищного строительства в регионах с начала года упали на 30-40% 2 апреля президент Путин на совещании по ситуации на рынке труда заявил с начала года уровень безработицы в России возрос с 5,6 до 5,8% ну вопрос статистики безработицы это вопрос спорный это вроде бы немного но дальше он сказал очень важные вещи этот сигнал требует внимательства правительства потому что значительное число работающих уже заняты неполную рабочую неделю находятся в процессе увольнения либо могут потерять рабочие места нужно очень бережно относиться к высококвалифицированным рабочим кадрам их нельзя потерять то есть он очень жестко об этом говорил и чувствуется судя по этой жесткости что ситуация с перспективой безработицы далеко не благостная у нас 2 апреля замминистра энергетики Кравченко на федеральной службе по тарифам заявил зал должность россиян за поставки электроэнергии составляет 200 миллиардов рублей в том числе на оптовом рынке то есть это уже не граждане а предприятие более 50 миллиардов рублей 6 апреля коллекторская компания секвойя кредит консолидейшн она вроде довольно солидная заявила результаты своего исследования объем просроченных кредитов физлиц в россии с начала года за 3 месяца вырос на 13,4% составляет 755 миллиардов рублей а дальше еще 2 цифры уже каждый пятый россиянин имеет проблемный кредит а к концу года прогнозируется наличие такого кредита у каждого третьего гражданина России ну и еще один болезненный вопрос в связи с этим вопрос о том где наше правительство намерено искать деньги на инвестиции и в частности ужасные вещи какие-то в Кабмине обсуждает возможность резкой либерализации допуска иностранных инвесторов в российские отрасли добыч полезных ископаемых Минприроды предложила разрешить иностранцам без согласования с российской властью получать до 25% акций в стратегических месторождениях сырья а до 49% получать по решению правительственной комиссии а вице-премьер по ТЭК господин Аркадий Дворкович вообще заявил что принципиально можно решениями правительства допускать иностранные компании в наши стратегические сырьевые месторождения на уровне контрольного пакета более 50% но в правительстве в правительстве и в экспертном сообществе сразу заговорили что ага это хотят пустить на наши сырьевые месторождения в нефтегаз китайцев и индийцев прежде всего государственные нефтегазовые корпорации но я хочу напомнить что такую стратегическую распродажу недр не решались проводить даже самые отъявленные наши ультралибералы эпохи Гайдара в правительстве Ельцина даже тогда были скажем так проблемные или полуворовские соглашения разделов продукции но чтобы давать в собственность месторождения важнейшие стратегические контрольные пакеты тогда до этого не додумались сейчас об этом почему-то начинают говорить еще один очень важный на мой взгляд вопрос это федеральная антимонопольная служба заявила о том что готовится решение о возможном одобрении сделки по приобретению корпорации Шлюмберже 46% нашей нефтесервисной компании Евразия Дриллинг причем у Шлюмберже уже есть немалый пакет акций этой компании в перспективе речь идет даже не о контрольном пакете а о том что Шлюмберже станет стопроцентным владельцем Евразия Дриллинг ну то есть при этом она фактически получит более половины российского рынка нефтесервисных услуг а фактически ставит на нем монополистом а это ведь крупнейшая глобальная компания а Евразия Дриллинг это последняя наша крупная российская компания которая хоть как-то способна выполнять большинство главных работ по разведке об устройстве подготовке к эксплуатации нефтегазовых месторождений и если ее продадут то есть риск того что у России вообще не будет собственных компетенций в этой области то есть она полностью потеряет независимость даже в этой ну ключевой для нашей нефтеэкспортной страны сфере своей экономики и напоследок еще несколько слов о одной еще очень важной на мой взгляд теме в середине февраля наш разработчик антивирусных компьютерных программ лаборатория Касперского выдала сенсационную новость которую затем воспредвели по всему миру и подтвердили что это так обнаружено шпионское программное обеспечение причем на уровне управляющего слоя в так называемой прошивке жестких дисков компьютеров то есть оно не удаляется ни при форматировании дисков ни при установке нового программного обеспечения но может быть в любой момент активировано через интернет подчеркиваю что заражены диски крупнейших мировых брендов американских британских немецких японских корейских тайваньских и так далее заражены диски то есть жесткие диски которые производятся аж с 2001 года и инфицированные компьютеры обнаружены в 30 странах первыми в этом списке идут Иран Россия Пакистан Афганистан Китай а 24 марта ФСБ сообщило что заинтересовалась непонятным сбоем в работе импортных станков на оборонных предприятиях Свердловской области сбои произошли на станках которые подчеркиваю закупили до введения антироссийских санкций а в результате по целому ряду предприятий пошел выпуск бракованных изделий ну и я не буду здесь еще ряд фактов из этого ряда но понятно что в рамках объявленной России новой холодной войны киберфронт не может не использоваться так он и используется а у нас увы военные о этом фронте и в части компьютерного железа массового производства и в части компьютерного программного обеспечения пока совершенно никакой готовности к этой войне нет у нас есть блестящие киберкоманды которые способны совершать отдельные атаки но против массированной атаки на Россию нам сегодня противопоставить нечего и это специалисты откровенно признают ну и я боюсь что в этом зале тоже есть люди которые к этому недостаточно серьезно относятся а пора начать серьезно относиться а вот по поводу того как мы либерально к этому относились еще одно заявление 7 апреля на международной научной конференции по развитию экономики и общества наш первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил что основные направления деятельности правительства которые Кабмин намерен принять в апреле будут включать в себя курс на постепенную либерализацию экономики цитирую исходя из этого я вынужден предположить что наша нынешняя стабилизация в экономике о которой уже прямо трубят некоторые правительственные или околоправительственные экономисты это дело кажущееся и что впереди у нас дела и времена очень нелегкие на этой неоптимистичной ноте я закончу Мария Викторовна я хотел чтобы вы там что-нибудь сказали да 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 пожалуйста важные вещи пока Мария Викторовна идет сюда я могу сказать что меня при том что я радуюсь за граждан что там что-то иначе доллар рубль чем был меня все это тревожит потому что у меня какое-то ощущение что экономику хотят поставить в тупик а потом предписать некое рекордство которое окажется разрушительным пожалуйста добрый день я бы хотела сказать несколько слов о международной ситуации и конкретно о Ближнем Востоке причем проблема которая там создалась и возникла как крупная даже на фоне очень крупных стабильно ближневосточных проблем она такого рода что она вообще может как мне кажется изменить состояние мира и поэтому даже на фоне исламского государства это невозможно совершенно с честь чем-то проходным и нужно охарактеризовать вот я имею ввиду еманскую ситуацию причем казалось бы Ближний Восток лихорадит с 11 года то есть с момента арабской весны ну не будем говорить о том что там до этого уже происходили многолетние коллапсы связанные с Ираком и так далее но тем не менее крупный отсчет можно считать от 11 года поэтому там уже ничему не удивляются все понимают что те тяжелые процессы которые там начались они очень надолго возникновение исламского государства опять-таки показало особенно после того как провалился его блицкрик и возникло мощное сопротивление что это очень долгий процесс то есть вот это противостояние жестокое бесконечное в случае сопротивления исламскому государству будет длиться очень долго потому что это очаг очень серьезный и крупный и очень жестокий и вот на этом фоне что же тут вообще может быть такого что способно все перевернуть и вот сейчас возникает нечто что несет в себе способность действительно все перевернуть это вот еманское обострение причем тут нужно подчеркнуть что в нем есть некоторые зеркальные черты зеркального отражения по отношению к исламскому государству вот все видели что исламское государство оно возникло как будто ниоткуда и начало стремительно распространяться на самые разные провинции пересекая государственные границы и с каким-то внезапно возникшим громадным количеством собравшихся вместе вооруженных людей и здесь есть некоторые похожие элементы здесь шиитский вариант да еманские шииты постоянно выступали но это казалось уже привычным эти выступления постепенно росли и вдруг началось то же самое скопилось громадное количество вооруженных йеманских шиитов которые начали занимать провинцию за провинцией это все началось примерно в августе прошлого года в конечном итоге очень быстро они заняли столицу Йемена в отличие от исламского государства которую Багдад не заняли поскольку Йемен это все-таки двухчастная страна и существует северный Йемен и южный Йемен есть Аден который как бы южная столица поэтому вся сунницкая оппозиция шиитам очень быстро переместилась в Аден тем более что Аден считается как бы и экономической столицей не тут то было все это наступление продолжилось и шииты достигли Адена тоже а Аден между прочим это порт возникла совершенно уникальная ситуация когда вот есть в регионе две громадные неформальные армии исламское государство и йеменские шииты хуситы причем поскольку речь идет о нефтяносном районе речь идет о Бабль-Мандевском проливе речь идет о самом Адене речь идет наконец уже о море то здесь реакция исламских государств равно как и западных оказалась совершенно несопоставимой с реакцией их же на исламское государство то есть стремительно дипмиссии большинства западных ключевых стран а также исламских просто вынесло из Йемена в отличие кстати от нас мы оттуда совсем не ушли ни у кого не вызывает сомнений что здесь играет роль мощное влияние Ирана как оно играет роль сейчас во всем регионе и оно играет роль в сущности повсюду там где активно сопротивляются процессом арабской весны и исламскому государству вот везде за этим фронтом стоит мощь Ирана которая собой поддерживает реально воюющие страны и народы в Йемене это безусловно так не может быть не так потому что это шиитская громадная масса Иран делает заявление о том что это исламское пробуждение что то есть выражает всяческую моральную поддержку а запад настойчиво записывает в донесениях а также в средствах массовой информации во сколько раз увеличивается количество самолетов между Йеменом и Ираном между хуситами и Тагераном между хуситами и иранскими военными сколько танкеров к ним пришло сколько военной помощи поступило какая она вот и оказывается что это какое-то неслыханное увеличение и даже если все это преувеличение то поддержка все равно существует и вот начинает складываться фронт естественно что вот эти две армии они рано или поздно должны начать между собой выяснять отношения две неформальные армии и они это уже начинают делать потому что крупные теракты уже произошли они произошли против хуситов в Йемене и исламское государство уже подписалось в общем все как бы перчатка то уже есть но с другой стороны существует Саудовская Аравия у которой нефтяносные районы насколько я понимаю это районы с шиитским населением не считая всего остального сейчас вся мировая пресса пестрит заголовками рассуждениями о том закат ли это Саудовская Аравия или все-таки еще нет а в общем основания подумать об этом есть потому что с одной стороны вот эти шииты а с другой стороны исламское государство которое уже заявило что она Саудовскую Аравию не признает и пройдет по ней так же как пройдет по другим странам вплоть до Мекки то есть здесь тоже перчатка есть поэтому Саудовская Аравия она в общем между тигром и медведем находится и нищета Ирана таким образом громадная мина заложена под весь арабский суннитский мир и фитиль как бы там если можно так выразиться не вполне корректно он уже горит там уже горит таким образом практически из всех крупных арабских государств вышли корабли которые двинулись в район Йемена возглавляет все это дело Египет крайне заинтересованный в этом по причине Суэцкого канала потому что здесь вся система рушится рушится вся система международного влияния это система власти это система власти на море Соединенные Штаты с какой-то удивительной стремительностью Йемен покинули причем даже не было колебаний никаких вот мне кажется что сейчас на это надо обратить внимание всем странам которые получают обещание о том что Соединенные Штаты это гарантия стабильности вот вот оно вот сколько там было американских инструкторов военных чего-то оно все снялось и пошло а вы оставайтесь как хотите потом произошел еще вот этот скандальный случай с потерей по-видимому не единственной громадного количества вооружений самого разного типа вплоть до флота до катеров и летательных аппаратов в Йемене и вот они при всей мощи найти их не могут ищут мучаются и не находят но Пентагон вдруг сказал а возможно это уже все у Аль-Каиды а Аль-Каида уже присягнула исламскому государству то есть вот все всех оснастили кого можно было там колоссальная сумма и вот какой-то такой незадачливый наивный Пентагон вдруг который разводит руками и говорит ну что же делать вот так случилось таким образом возникла ситуация когда вокруг этого Йемена встала вот если так подсчитывать до пяти армий и этого не произошло вокруг исламского государства а там произошло сразу посмотрим что это такое это сами хуситы которых между прочим под ружьем как говорят 120 тысяч это совсем не те ядра боевиков по пять тысяч которые были где-то на Кавказе где-то в Средней Азии и с которыми было очень трудно справиться а это какая-то невероятная громада дальше исламское государство которое вплотную уже перед Саудовской Аравией перед Йеменом это ну вот если они начинали с оценок в 15 тысяч потом стало 30 потом подошло к 80 сейчас увлекающиеся люди говорят о 200 тысячах но все равно ясно что там гораздо больше чем 100 значит это еще столько же между этим находится Саудовская Аравия армия которой тоже уже стоит на границе Йемена и уже наносит воздушные и не только воздушные удары это армия Саудовская Аравия это ну уверенных 1150 у них есть некоторый проект доведения до 250 они его надо думать активно реализуют но о 150 можно говорить точно наконец есть еще Иран про который мы говорить не будем потому что там структура такова что помимо существующей армии есть еще некие параллельные которые так не называются но которые тем не менее существуют то есть просто речь идет о полувоенном государстве и наконец есть Аль-Каида про которую я затрудняюсь сказать сколько ее там именно но оснастили ее хорошо и есть вот это самое объединенное командование коалиции арабских стран которую совсем не надо сбрасывать со счетов которая скопилась там и стоит и некоторые корабли уже дают предупредительные выстрелы вовсе не поеманного по иранскому флоту то есть ко всему прочему все это дело еще обещает выйти в морское пространство при случае и тогда начнется что-то чего пока еще вообще не было то есть вот этот клубок он в принципе обещает мировой масштаб если только никто ни о чем не договорится а их там очень много во всяком случае иран про который были подозрения что может быть снятие санкций вот эти вот невероятные потепления отношений с США которые так бесят Саудовскую Аравию они как-то умерят и смягчат эту позицию но пока что иран сказал во-первых что удары Саудовской Аравии по йеманским шиитам это стратегическая ошибка во-вторых в иранском парламенте обсуждается вопрос и уже начинает приниматься решение о бойкоте хаджа это дело беспрецедентное причина называется неуважение к паломникам ну это значит подрыв Саудовской Аравии как бы во всем мире вот спасибо я хочу что-то прокомментировать во-первых надо знать что Саудовская Аравия вкладывает сумасшедшие деньги в ядерные силы поскольку известно доподлинно что атомная бомба уже есть она просто лежит в Пакистане и надо их просто купить но это немножко а сейчас Саудовская Аравия сойдет мощный ядерный комплекс лихорадочно второе все эти отмена санкций случилось под некоторые разговоры в Иране что вы как не очень-то шуруйте с атомной бомбой да ну как бы все-таки как-то соблюдайте прилично что иранцы ответили что они конечно соблюдать будут но года через три создадут не вопроса о том что в Иране не будет ядерного оружия просто нет каждый кто считает что Иран договорился о чем-то ценой отказа от ядерного оружия просто смешон да и это второе значит в ближайшее время ядерное оружие появится не только у Израиля который там смотрит озирается во все стороны оно появится у Союзовской Аравии и появится у Ирана у Пакистана оно уже есть размножение этих ядерных центров будет происходить с той скоростью с какой государства это могут покупать или создавать это на самом деле не такое простое дело ядерный проект это очень высоко технологический проект который требует людей с этими умениями и так далее но это все уже происходит лихорадочно значит вопрос не только в том что там собрались огромные силы террористические и прочие или полурадикальные там вопрос в том что все оснащаются ядерным оружием и тоже хотят каким-то способом его использовать далее вопрос состоит в том что конечно же мы не можем все это оторвать от наших процессов на нас давят в Приднестровье и нас все время хотят вывести на какой-нибудь театр военных действий то есть заставить грубым образом включиться в какую-нибудь войну и в конце концов весь тот весь вопрос тоже в нашей тонкости потому что если Приднестровье совсем начнут грубо задавливать то нам просто ничего не останется как во что-нибудь включиться очень неприятный процесс происходит в Беларуси и Средняя Азия почти готова взорваться одновременно с этим постепенно перетягиваются все радикалы исламского мира нашего все анти государственные радикалы перетягиваются с довольно второстепенного центра управления которым является Аль-Каида на далеко не второстепенный центр которым является исламское государство все они постепенно присягают исламскому государству поскольку ему же я не знаю уже присягнули полностью но в ближайшее время присягнет Аль-Каида значит суннитский мир в его радикальном виде существует Египет нестабилен Ливия абсолютно нестабильна в этом смысле мне бы не хотелось прежде всего одного чтобы здесь вот в этом зале и в тех частях ну нашей патриотической молодежи патриотической интеллигенции кто примыкает к этому залу вся картина судилась до Донецка понимаете это нельзя так делать потому что на самом деле все факторы давят друг на друга представьте себе что там начнется война ну прежде всего могу вас обрадовать что нефтяная цена поднимется до 120 долларов сразу просто немедленно это даже вопросов нет значит соответственно но это же не единственная сказать результат начинает переформатироваться мир возникает равноденствующая буря так называемые между шиитским и как бы суннитским радикализмом во что она обернется как и скоро в нее включится Турция мы не знаем если одновременно с этим Америка не может воевать на всех фронтах либо она выбирает основным фронтом все-таки Украину и нас либо она выбирается за вторым фронтом весь этот исламский мир и совершенно ясно что для Америки приоритетом номер один является Европа приоритетом номер два является Ближний Восток и приоритетом номер три Россия переформатировать немедленно по три приоритета невозможно да вести три войны европейскую вот так сказать ближневосточную и так сказать и с Иглом и с хуситами и Ираном невозможно они для того договаривались с Ираном чтобы сразу начинать с ним воевать значит совершенно понятно что сейчас куда переносится цианинка тяжести но этого не потерпит Пакистан никогда такого переносится тяжести как бы переключения Америки на Суницкий мир кроме того совершенно ясно что происходят крайне неприятные процессы которые связаны с одновременной фактической ликвидацией и так сказать каким-то исчезновением большей части людей которые занимались Украиной из Сыру там как бы просто такой погром в этой посудной лавке что дальше некуда который тоже говорит о том что что-то там не то делалось что хочется да и это никогда не происходит без радикальной перегруппировки сил на дальнейшем этапе я снова говорю что накопление до тысячи единиц бронетехники легкой и тяжелой на так сказать театре военных действий с украинской стороны который сопряжен с Донецким и Луганским это не сказка это не сказка это кажется сначала сказкой как может быть тысячи единиц бронетехники да это уже почти сражение Великой Отечественной войны да но это не сказка как бы любой толчок этого домино вызывает ответные толчки мы не можем позволить так сказать нашим противникам так сказать полностью расправиться там совсем потому что мы тогда получаем такую дестабилизацию у себя что дальше некуда и все то что я тут описывал тут же сработает втягиваясь мы получаем такой новый удар по экономике который конечно можно выдержать но теоретическая возможность его выдержать сопрягается с очень неприятным обстоятельством которым я все и завершу дело в том что на лицо и уже даже сказано это название на лицо так называемый русский поворот он есть Россия которая двигалась в фарватере запада и на сближении с западом повернула но если рассматривать этот русский поворот как явление требующее соответствующих стратегических корректив в блоке номер один в блоке номер два и так далее в блоке номер то вопрос заключается в том что каждый из этих блоков начинен людьми и интересами и люди и интересы связаны вот с этим курсом они совершенно не хотят обеспечивать вот это и не могут а других людей нет стратегических элитных активов которых можно заместить этих людей не говоря о том что это колоссальная трансформация до которого надо а решиться которая б неизбежно дестабилизирует элиту с долгоиграющими последствиями нельзя делать 37 год одновременно с Великой Отечественной войной утром деньги вечером стуль утром 37 вечером война сейчас же все повернулось наоборот и так оно поворачивалось только в 1914 году когда вместо того чтобы заняться элитой и потом воевать начали с того чтобы воевать а потом на ходу началась вот эта вся чехарда которая кончилась только проигрыш поэтому полная необеспеченность этого русского поворота накладывается еще одно обстоятельство если здесь есть что-то лощеное и среднеумелое и отлаженное за 25 лет работы то вот здесь нет ничего или почти ничего кроме вот два притопа три прихлопа да и мы сейчас так сказать вырежем и фиг ли тут думать если надо навернуть при этом в основном речь идет о пиаре на тему навернуть никто в атаку ходить не хочет и так сказать огневой овал вести и танковый тоже не умеет мы хотим навернуть в интернете и показать всем какие у нас татуировки какие мы крутые соответственно остается ядерная кнопка теперь все что рассказывает Юрий Юрьевич говорит о чем что всюду в каждом из этих блоков надо либо наводить новый порядок под эту самую систему существенно сопряженную софтарки и никто не против ровно в той же степени как я никогда не был против того чтобы встать по Днепру и поделить эту территорию я никогда не был против этого я посчитал что это грубятина не обеспеченная всем курсом и структурой российского государства мы должны втянуть туда войск включая полицейские войска больше чем у нас есть мы уже должны начать мобилизацию и тогда любой следующий фронт где бы он не стал в Беларуси в Приднестровье или где-нибудь еще у нас не работает особенно если это будет южный фронт а Чечня в которой антикадыровские силы перешли под игл а одновременно с этим Кадырова дискредитируют так как сейчас это Чечня готова взорваться под всему Кавказскому домино и тогда нам надо будет воевать на нескольких фронтах а мы не можем это делать поэтому нам надо держать стратегическую стабильность и накапливать ресурсы для какого-то прямо апгрейда по ходу дела мягкого так чтобы случайно простите так сказать не нравящийся нам средний специалист который как-то что-то пусть и сомнительно но стабилизирует не был заменен патриотическим идиотом который сорвет всю резьбу ничего не стабилизирует и в итоге так сказать окажется что после этого будет происходить просто крах с соответствующими последствиями эта экономика в том виде в каком она есть не готова ни к каким резким рывкам которые так сказать превратят ее в какую-то экономику мобилизационного образца и никто не понимает какой тип этой экономики где эти специалисты куда ее менять а когда это никто не понимает что делают либералы вот не та их часть которая просто работает скрипя зубами сидя вечером в ресторанах и проклиная Путина и утром так сказать выходя и что-то там вертя нормальными отвертками в этом механизме а те либералы которые хотят чтобы совершился этот самый абзац одна часть питает пиарщиками и всем чем угодно быдло патриотический сектор и управляет им и я уже в этом уверен что либеральная рука прислала этого Мельчакова так сказать на эту тусовку да петербургскую другая часть вроде как стабилизирует ситуацию и выедает ресурсы а третья часть говорит мои дорогие поскольку стратегический экономический поворот вы не можете осуществить да то что мы можем сделать мы можем только продать все это и все нам нужны деньги у нас их не будет ровно через год перед выборами так давайте осуществлять более крутую приватизацию и отдавать это все а не все ли равно под каким курсом будет отдана вся стратегическая экономика в эти руки потому что она будет отдана дальше начнется то что начнется русский поворот состоялся по факту и не обеспечен по всем его подсистемам а вместо того чтобы заняться этим обеспечением или хотя бы национальной дискуссии на тему о том какие экономические модели возможны какие культурные и так далее идет какая-то эскалация отупления эскалация яростного отупления истеричного патетичного жеманного вот в этой среде и в этом смысле я должен сказать что стрелков оказался страшным вирусом который нанес потрясающе сильный удар по всему этому патриотическому движению он свел с ума глубоко очень и очень многих он подтолкнул к отуплению к поиску все большего и большего все более истеричного примитива все разменено на пиар на грубятину и на вот какой-то такой вот ну как его назвать даже белым его не назовешь вот какой-то псевдо белый такой вот аргиастичный самопоказ самовыворачивание экзгибиционизм псевдо белый аргиастичный экзгибиционизм выворачивание наизнанку вот какое-то это все вот оно все начинает выворачивать себя наизнанку огромный вот этот кризис вот только то говорю вдруг этот тренд взял и поехал куда-то совсем в другую сторону ничто не предвещало того что в итоге произошло вот ничто не предвещало что оно сменит угол лингвистика тип мышления способы обсуждения как бы поведение как бы саморисовка ложь 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 и ложь и вот это моральное оскудение и это гораздо страшнее чем любой экономический кризис теперь представим себе что в какой-то момент все эти тенденции пересекутся и тогда конечно мне всяких объективных для этого основания процесс начнет напоминать перестройку 2 псевдо холодная война полная неготовность к внутренней мобилизации по причине отсутствия вот это вдруг это обрушение в какие-то такие полууличные позе площадные истерики и мировой климат поэтому я должен сказать что в условиях нормальной обеспечения стабилизации здесь всеми процессами можно управлять в нужную сторону и примерно за 6-7 лет разумная ресоветизация на постсоветском пространстве будет осуществлена может быть это будет не тот метафизический высший способ который там кому-то хочется и мне прежде всего но она будет осуществлена по факту и все это войдет в какое-то вот новое русло просто вот в силу объективных вещей но если резьба будет сорвана то парень начнет гулять вот это вот антикоммунистическая антисоветская система структура так сказать вот сообщество это вот она начнет гулять просто как большое бандитское разрушительное тело и в этом смысле невозможно но необходимо готовиться к двум параллельным процессам первый процесс заключается в том что надо просто выгребать все авгивы и конюшни вот этого неконцептуальности неподключенности к собственной культуре неподключенности к собственному воспитанию и всему и медленно медленно за 5-7 лет выращивать и вводить в игру новую национально мыслящую интеллигенцию так сказать такого левоцентристского типа или я бы сказал даже лево-консервативного типа я готов ввести новое определение левый консерватизм действия вот не только левоцентристское но и лево как бы консервативное и я думаю что большую роль здесь сыграет суть времени и слава богу если она будет не одна и все равно этот процесс должен произойти а вот если процесс начнет набирать обороты быстро и все здесь начнет напоминать Донецк и все прочее то не дай бог всего этого так сказать вкусить но понимаете отрицать это невозможно такая возможность не обладать нулевой вероятностью у нее есть вероятность она повысилась за это время и она повысилась именно в силу того что какие-то подсистемы внутри общества начинают работать на себя а не на страну и на что-то они себя хотят они хотят любой ценой самовыразиться а на этом фоне происходит безумная деградация стремительная языка мышления и всего остального морали которой надо противостоять поэтому и тезис о катакомбах и тезис о контррегрессивной системе и тезис о регрессии и все остальное приобретают с моей точки зрения совсем не академическое звучание на этом этапе ну и я-то считаю что как бы не разворачивались события главное так сказать не потерять контроль за ними и ответственность за них поэтому в зависимости от того как именно это будет развиваться соответствующая политическая тактика будет меняться достаточно радикально при сохранении политической стратегии которая состоит в том чтобы с помощью вот этих глубоких контррегрессивных мер наконец обеспечить возвращение России вот к статусу сверхдержавы осуществившей русский поворот сумевшей предложить миру что-то принципиально новая и возникшая в том единственном качестве в котором может существовать как прокладыватель путей для мира и как сверхдержава пусть даже самая скромная вот это все вместе с наращиванием гибкости инструментов воздействия многомерности и всего прочего является единственной альтернативой двум вещам полному развалу и либеральной капитуляции и вот этой конвульсии псевдопатриотической которая в сущности как я все больше и больше убежден организуется из самых гнусных групп либерального лагеря спасибо 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 спасибо